Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Мэджикрафт. Мы в прошлой серии с вами играли с мечами правосудия, получился кайфовый забег, такой прикольный мечи, прикольное заклинание. Сегодня мы обязательно его отключим себе, соответственно, чтобы не делать с ним повторный забег. Я тут, ребят, еще прокачал себе вот этот набор. Видосик за ним ввелся с игры, я забыл совсем, что я не подождал до конца. Можно наборы, в общем-то, здесь качать, да, они, типа, вот первый набор повышает плюс один, плюс одна волшебная пуля со старта, у этого набора. Робо-фокусника прокачивается до второго уровня, у этого Тлеющее Сердце до второго уровня качается тоже. У этого у нас тут было слежение изначально залоченное, теперь оно разлоченное, что весьма приятно. И еще можно дальше качать, кстати говоря, и там будет молния усиленно. Интересно, как будет первый набор качаться дальше. В общем, а, нет, не могли бы это проверить, да, ладно. У этого Жезл, следственно, прокачает старт в релик, повышается количество Жезлов, таскаемых. Так, стоять, этот набор я не хочу. Я хочу, давайте погнали, ребят, не знаю, с Жезлом Скорострелом, например. Неизвестно, через что мы будем играть, на самом деле, сегодня. Мы в прошлый раз качали себе четвертый Жезл, я немножечко закатываю, собственно, еще побегал, поэтому у меня появилась новая валюта, собственно. Давайте себе что вкачаем? Начальное золото, может быть, чтобы... Даже не знаю, не то, чтобы оно прямо немного как-то решает, плюс слот инвентаря еще пускай будет. Еще можно вот здесь восьмой релик купить, кстати говоря. Наверное, он будет последний, скорее всего, предполагаем, но не факт. Погнали, ребят, потихонечку начинать. Лайкосик под видосик, ребят, авансикам. Безумно приветствую, сегодня я небольшую историю расскажу, как я сейчас хорошо провел день, скажем так, кайфовенько. У нас еще вышел девлог работчиков, короче, разработчиков, точнее. Влог, короче говоря, их с информацией в планах следующего обновления. Об этом тоже немножко поболтаем. Что мы, ребят, сегодня возьмем с собой? Я отключаю, наверное, меч правосудия, как раз таки, да. Может, мистическую сверхновую включить себя обратно? Я даже не знаю. Бабочку точно мы вырубаем, собственно. Можно слияние призывов себя оставить, если я все-таки рассчитываю, что вдруг мы, мало ли, поиграем через Самона, я не знаю. Интересно, знаете, ребят, что, смотрите, у нас в ряду 7 заклинаний, да? То есть 3 ряда, это 21 заклинание. А здесь уже идут уник и редкий. То есть получается, что у нас обычных заклинаний атакующих 19 штук. Мы можем залочить 20 заклинаний, можем отключить и, в принципе, можно отключить почти все обычные себе заклинания атакующие. И мы гарантированно из атакующих будем получать несколько желанных, которые будут очень легко раскачать до конца. Другое дело, что там наряду с атакующими будут и модификаторы встречаться. Ну и с другими цветами также, в принципе, по аналогии можно сделать. Но это требовать будет нам валюту, а ее пока что у меня нет в таких избытках, в общем-то. Я пока еще не дофармил, в общем. Давайте мистическую, наверное, все-таки выключим, потому что она делает срач на экране. А тут посмотрим, что у нас в итоге соберется. Пока что не планируем заранее, а будет видно в процессе. Так вот, что касаемо блога разработчиков, в общем-то, они поделились информацией касаемо планов их на следующее обновление. Они писали, что в следующее обновление не будет еще релизной версии игры. Я думаю, что оно не будет еще там нескольких обновлений, потому что игра вышла на недоступ только в ноябре или в декабре 23-го года. Там вышло после этого там 2 или 3 больших обновления. Последние из которых было вроде как в апреле. Так, здесь у нас сияющая звезда нутая. Можно попытаться на нее сделать акцент, конечно. Вообще. Давайте ее режим энергосбережения возьмем в себя. Может взять ее себе вот так вот в руку, а? О, ей можно будет еще управлять, кстати. Окей, не знаю. Ну, не знаю, давайте посмотрим немножечко на нее. Они писали вроде как, что не хотели делать больших пауз в обновлениях, но учитывая, что после нее было в апреле только, по-моему. Может быть уже следующее. Глядишь, скоро будет грядет уже. Не знаю. Там не говорили ни о каких датах, в общем-то. Они планируют там сделать вроде как следующий этаж, который мы писали, что хотели бы сделать его не таким классическим, да, где мы по комнатам с врагами проходим, а скорее более боссы направленные. То есть там будут элиткие боссы во большей степени. Более такие жирные одиночные враги. Что-то так в новом муке. Так, давайте с Филиппой Дыхание Дракона и Бархатная Тяга два редких заклинания. Прикольно усыпало, конечно. Показали там иконки новых заклинаний. Такая пачечка, там третья, соответственно, прокачка за ядра, вот эти за яйца откроется. И там они, наверное, будут откроют новые заклинания. Но не показывали, что делают эти заклинания, соответственно. Там добавлены какие-то там новые враги будут, там все такое. Перебалансировка, наверное, какая-то. Писали там про оптимизацию, что как раз не знают, что игровая там подтормаживает, когда очень много всяких на экране. И вроде постепенно пытаются там, ну, в какой-то степени, по крайней мере, это наладить в том числе. Вот что-то такое. Поэтому, ух ты. Блин, ну. Вообще это заклинание весьма необычное. Я его так редко, типа, использую. Вообще не использовал, по-моему, до сих пор, по-моему, ни разу. Не знаю, насколько оно будет удобным прям. Но если игра к этому настолько сильно располагает, прям подталкивает меня его использовать, может, стоит задуматься. Раз мы уже его имеем, считайте улучшенную версию. Конечно, плюс-плюс версию будет получить тяжело. Но плюсовое это то, с чем уже можно, в принципе, проходить игру. Так, волшебная пуля. Переразброс. Я вообще смысла, честно говоря, его особо не вижу, потому что он прокачивается. Потом будет 8 или 9 одновременной стрельбы. Это, типа, просто у тебя дробовик какой-то мега будет. Будет тонна заклинаний одновременно кастоматься, на которые будут требовать либо бандофигаманы, либо это будут какие-то бомжарские легкие заклинания, на которых не будет модификаторов, потому что все слоты зайбут на заклинания. У тебя просто будут сухие заклинания в целой кучей лететь. Нафиг надо. Давайте волшебной пулей остановку возьмем, допустим, себе так. Вот это тоже берем, собственно, тебе ключик. Окупили, скажем. И сияющаяся взданутая стрела, заклинания снаряд, заряжаемый. Она достаточно сильно может ударить. Но ей надо как-то, не знаю, она может быть неплохая против одиночной цели, а вот на коматах, где толпы прям, ей выдавать все это потруднее становится. Потому что по каждому врагу отдельно так стрелять, слишком много внимания каждому, скажем так, получается, уделять нужно. Потому что у нее урон 78, заряжаемый касс, шанс крита увеличивается на 25% каждую секунду во время зарядки. Когда крит шанс превышает 33%, итоговый урон увеличивается на 150%. То есть получается, что сейчас он обьет на 78, если мы хотя бы 2 секунды ее заряжаем, ее дамаг становится x2,5. Ну потому что на 150% это x2,5 итог. Вот так вот. Если так, то это все по-круто весьма звучит, на самом деле. Свирепое дыхание дракона. Продолжительный каст. Ой, подожди. Типа я могу, конечно, им сжечь вот так. Сейчас он будет неплохо вполне. У меня у этого жаза интервала задержка одинаковая, поэтому нет какого-то смысла особо. Давайте вот так, может быть, сделаем, а? Нет какого-то смысла ставить. Я еще взвенутые стрелы несколько штук подряд. Погнали на элитку. Может быть, новая элитка? Нет, не будет на элитке. Это тот качал. А это как раз не Крамбсбургер, ребят. Это бургер на ножках, который у меня сейчас режим арахнофоба отключен, поэтому он не так, он так не отображается. 234 урона было, по-моему, там был крит. А почему так мало? Если урон повышается на 150%. А, может быть. А, нет. Слушай. Вот без крита 117 урона. А, наверное, итог 150% все-таки. Если было 118, то это примерно как раз-таки, ну, плюс-минус. Ихс полтора. Возможно, что так. А остальное уже крит типа домножал. Потому что крит у меня изначально сейчас, по-моему, 200% урон должен быть. Ихс 2, то есть. Либо в чем-то еще удел, не знаю. Направляющая, выдумка, она с фитилем. Здесь у нас змеи, но он дешевый, дешевый. Законали будет, но и с маленьким уроном. Не знаю, что мне стоило, честно говоря, нужнее будет. Что за интереснее смотрится. Мне итоговый урон, честно говоря, понижать не особо хочется. Давайте, наверное, направляющую, выдумку возьмем. С фитилем. Может, видишь, я ему какой-то применение найду. Можно стрелять, дыхание дракона вот так вот ставить, в принципе, с него при желании большом. Сияющую звезданутую стрелять, типа, если то, ее не получится чарджить. То есть, это прям такое себе. Дыхание дракона, если... Подожди, а как это будет работать вот так? Типа, оно останется, наверное, останется еще дышать после меня, да? Да. Остается, но... В принципе, если это на 2 секунды добавляет ему время действия, то вот так на фитиль это весьма полезно. Ничего я могу сказать. Почапали потихонечку дальше, наверное. Через что получится забег? Пока неизвестно. На. Но я не против было бы сыграть с инжентрами, потому что это такое что-то более оригинальное, что-то менее попсовое. Мне бы хотелось как раз поменьше играть, например, с теми же водяными пузырями, например, с чем-то таким вот классическим, через что мы уже... что мы регулярно с собой так или иначе в том или ином виде берем. Ну, не считая всякие модификаторы, соответственно, которые в любом случае будут присутствовать. Кирка старатель увеличивает его урон за золото, но ее можно взять и попозже. А бесконечный эликсир, он чем раньше возьмешь его, тем лучше. Давайте его возьмем. Не факт, что мне захочется, что у меня будет так много золота, что мне захочется его оставлять. Потому что кирка такой предмет, вот золото, знаете, она утилизирует большое количество золота, а есть предметы, которые типа как вот увеличивают в принципе тебе экономику, качают, да? Если ты в начале их находишь, это самое кошерное. Если у тебя есть возможности гарантировать себе, гарантированных брать, то это заметная тактика, как в скал, например, «Сядь сокровища», да? Если же они дают ощутимый импакт, то ты не можешь себе гарантировать, то у тебя большая досада, когда они не встречаются. Этот забег имеет гораздо меньше потенциала и перспектив, нежели те, у которых, собственно, это все в начале вот так вот на халяву пришло. Ауч. Выходит вот так, собственно. Естественно. Хорошо, когда такие предметы дают не на... Ой, подожди. Я не помню, какие-то нажал. Хорошо, когда такие предметы дают не настолько большой импакт, чтобы ты от них прям вот настолько сильно зависел и настолько сильно ощущал их имбовость сразу же. Так, а это не будет оставить на земле? Вроде не оставляет на земле следа, потому что след на земле вроде бы меня тоже замедлял бы. Хоть он и мой, но замедлял бы. Погнали, наверное, больше по заклинаниям. Поищем всякие вкусняшки здесь. Меньше сделаем акцента, возможно, на релики. Релики, конечно, бывают весьма полезными. Бывают где-то тащат, да? Но, честно говоря, как-то поинтереснее будет. Мне кажется, акцента больше сделать, поиграть именно вот... Поискать себе хороший закинай. Потому что очень редко удается прокачать закинай, на самом деле, до второго уровня. Чаще всего оно остается у меня там либо... Ну, чаще всего первое... Ну, как его, прокачанная на один. Однозвездочный. Так, цепь, молнии и режим энергосбережения. Проклятий у меня нет. Можно пойти за хпшкой. Я думаю, что за хпшкой пойдем. Если мы найдем себе 69 темных кристаллов, кстати говоря, да, хорошее число. Что-то сентакль-то вылетает. А, это бархатная тяга. Слушайте, погоди-ка. Когда закональность урона, крит урон по врагу, то этому врагу случайно притягивается один другой враг ради... А, ему носит такой же урон, да. Окей, то есть это позволяет мне при критах гарантированно бить еще одного врага таким же уроном. А это прикольно. Блин, ускорить бы зарядку мне на самом деле, потому что оно заряжается целую вечность. Серьезно. Это что за триндец? Так, плюс 35 хп мне дает эта штучка, потому что у нас она подпрокачена уже. Приятно. Я все еще до сих пор у меня в голове, что-то хп обвижу, думаю, что 25 хп он мне даст. На самом деле, нифига подобного. Если найдем себе щиты каким-то источником, да, будет хорошо. Можем на боссе гарантировать сделку. Ну, или с повышенным шансом сделать ее, скажем так, да. Сейчас нам далеко не гарантировано, что получится вынести босса так. Особенно, если будет валун какой-нибудь, да, который более страшно выглядит пока что. Можно, конечно, в магазин купить щиты, но, честно говоря, идти в магазин, покупать там щиты ради алых реликвий этой комнаты, ну, вообще не то, что сейчас вначале так хочется делать. Не говоря о том, что там релики будут. Не факт, что какие-то для меня интересные. Какие-то желанные. Так, обманчивые минусы. Посмотрите, как редкие закинали насыпают. Давайте редкие набираем, допустим, не знаю, будем искать что-нибудь из них крутое. Так, идем за монетками. В магазинчик у нас, конечно, есть деньги, но пока не будем тратить с ним. Так, хорошо. Уже скоро будет босс, я думаю. Здесь плюс-минус там буквально пара комнат осталась. Можно, в принципе, дыхание дракона побольше так оставать, потому что мана хватает на него. Второй же злой у меня прохлаждается. Долгое время. Так, монетки, 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 деньги. Бабочки за мной подлетают так активно и долго. Об щиты 10. 10 щитов меня защитят в лучшем случае от одной атаки. Если мы вообще их сохраним. Тихо. Дыхание дракона давай используем. А, вот, кстати, веря на вот этих вообще будет проблематично. На таких мобах, которые сегментарные, там наша звездонутая стрела вообще не работает. То есть это, по сути, заклинание против реально одиночных целей. Либо его надо как-то копировать очень сильно, чтобы было больше и больше. Так, целебный пояс вначале получить хорошо, когда у нас есть бесконечный эликсир, это тоже такая, типа, метовая связка. Можно, в принципе, себе... Нифига, блин, я заклинаний набрал, конечно, таких всяких интересных. Кстати, мы могли бы, на самом деле, жесты поменять местами, например. Этот-то поинтереснее будет для меня. Но что тогда сюда еще запихать? Можно, в принципе, звездонутую стрелу добавить, например. Потому что здесь интервал меньше. Ему выгодно, в принципе, так. Можно черную дуру, но мне кажется, черная дыра не так затащит. Можно обманчивую мину, но с нее надо попадать. Если попадать, то это будет весь дамаг. Это разнесет просто в щи босса. Но если не попадать, то дамага не будет. Удивительно, да? Остатки хаоса. У меня плохое предчувствие. Аккуратненько. А, мы же управляем еще. А мины не управляем, кстати говоря. Нет. Было близко. Так, аккуратно, аккуратно. Он сейчас полетит быстро. Мина. А, десятка щит. Нет, сейчас ударит. Нет, уйди. Как меня замедляет моя же эта фигня. Которая от мины появляется. Так, мы вроде не получили урон в хп. Отлично. Блин, все, в жопу иду мину. В смысле... В смысле из посоха достать. В смысле не туда. Кому-то может показать, что я специально так говорю, но на самом деле я имею в виду в жопу, в смысле нафиг. В смысле долой. Нет, у меня в мыслях специально вот так вот каламбурчик сделать. Так, увеличь в сторону 50%, когда потребляем маны меньше 10. Чего? А, типа, когда у тебя очень что-то дешевое, да? Энергичный жезл. У него слотов для этого этапа до жопы, на самом деле. За каждый крит этим жезлом плюс 6 энергии. У меня вроде бы тут есть криты, но это надо, чтобы частые криты были. А у меня будут гарантированные, как бы, но редкие. То есть мне это подходит так себе весьма. Ну, потребление маны меньше 10. У нас сияющаяся днотая вообще 27 имеет. Что у нас тут? Это щиты за убийство врагов и 99. Стоит при касте за канами есть шанс дублировать 25%. О, блин, этот релик дешевый и мовый прям. Можно левитацию себе взять, крылья духа. А давайте возьмем. У тебя какие крылышки. Какие они симпатичные такие. Окей, так. Так, какой мы все-таки спелс, как его посох берем? Первый мало слотов. У второго маленький запас маны. Ну, 100 статы получше. Наверное, второй все-таки возьмем. Наверное, запихаем в него все и своего, я думаю, еще. У него интервал маленький, да. Поэтому, в принципе, если сияющаяся днотая имеет смысл. Не знаю, можно... Допустим, порыв ветра, порывок молнии себе оставить, где-то запихать, да? Мало ли я захочу им пользоваться, хотя мне кажется, вряд ли. Кристалл слизи мы оставляем, значит, да? Ну, наверное, так как-то, да? Странная пиняка какая-то получается, но да ладно. Погнали потихонечку дальше. Что касаемо у меня сегодняшней прогулки, я вот давно уже хотел так сделать. Я, бывает, иногда выхожу в парк, днем, вечером где-то просто посидеть на травке у водички под деревом. Невероятно кайф с этого ловлю, на самом деле. И почитать там книжечку, например. А мне хотелось как-то посерьезнее вылезти так подольше и, не знаю, там, похавать, взять с собой, само собой и так далее. Я вот дома сделал себе, типа, такие котлетки куриные. Ай-ай, тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте, короче, немножечко полетаем. Сейчас мне это может пригодиться. Сделал котлетки куриные, взял свой контейнер для еды такой, пластиковый, для бента такой получается. Скорее, прям формат очень хороший, подходящий, на котором написано такой вкус. Очень такой милый. У меня есть очень няшный, очень забавный, не идеально подходящий, вот так скажем. Так, неукротимость для бета, бархатная тяга и волшебный резервуар. Слушайте, ну, бархатная тяга для критов, это вот то, что надо прямо здесь. Циклная молния сейчас не работает, потому что это надо несколько законали одновременно кастовать. Резервуар, резервуар можно поставить вот так, да. Давайте сюда зайдем. Что здесь, окей, пловушечная. Быстрее, считай. Хорошо, прошел. Так, и до конца. Здесь у нас серийный. Быстро кастует загнание справа, пока загнание со стоимостью 55%, пока загнание слева летит. Ну, можно каштаг поставить. Пока 0 лет... О, нифига. Ну что, нифига она успевает на кастовое. Давайте попробуем так, может, побегать, а? Может, из-за этого что-то интересное получится. Не знаю даже. Зелье у меня хорошее. Дублирует все хилки, щиты, монеты и ключи в текущей комнате. Надо будет подумать, где его использовать. Так вот, достал тот контейнер. Давно хотел его поиспользовать, потому что до этого у меня он как-то никогда не нужен был до сих пор. Сделал, собственно, котлетки туда, запихал одну, которые такие котлетки, которые даже прохладные и вкусные. Взял с собой, там, кусочек хлеба, который смазал заранее, там, китченезом. Чуть-чуть. Для вкуса, собственно. Взял огурчик, просто так вот похрустеть. Ну, там, понятно, салфеточки, чтобы руки протереть, все дела. Ну, само собой, полотенце, куда, на которое посидеть с жопусом. И полотенчик, на которое положить все это, можно будет выложить. Мое добро. Так, ослепительные фейерверки. Так, и, наверное, давайте их возьмем и повышение длительности. Не знаю, зачем оно мне. Можно, в принципе, на огнемет его поставить, но пока что у меня есть второго железда туда-сюда стрелять, так отвлекаться не очень удобно. Можно, в принципе, сделать вот так, конечно. Чтобы ослепительные фейерверки запускались. Может, это будет удобнее для меня, потому что серийный может сожрать всю энергию. А это гарантированно кастует четыре раза, но с уменьшенным уроном каждый, собственно. В принципе, окей, получается. Взял с собой, там, и книжечку почитать, там, и кубик-рубик, и аниме скачал на телефон, чтобы можно его посмотреть, потому что у меня интернета не так много на месяц, в общем-то. По моему тарифу, мне в онлайне его смотреть не очень, скажем так, подошло бы. Пошел по парку погулял, поискал наиболее подходящее место. Завалил сначала в одном месте сел. Мне там не понравилось, потому что было как-то так в теньке, оказалось холодновато. Правда, жалко, жалко, что я поздно вышел. Могу подольше посидеть. Так получилось меньше, чем ларочитывал. Но, тем не менее, там, книжечку почитал, немножечку бик-рубика пособирал туда-сюда. Там пара десятков раз. Посмотрел одну серию купе аниме, покушал, и просто посидел, понаслаждался, скажем так, минутами осознанности, что называется. Так, меч-убийца злоредкий, отскок тоже давай возьмем. Отскок мне, в принципе, можно поставить вот на этот, вот сюда, например, потому что мы иногда в стенку упираемся. Просто насладился вот таким вот временем. Очень было и красиво, и хорошая погодка была. Правда, быстро, ну, там, через час, через два часа, наверное, солнце как раз начало садиться, уходить очень за тучи. Потому что я поздно вышел как-то, в нем был занят. Но провел время просто замечательно, на самом деле. Ты так эмоционально разгружаешься. Мысли приходят в себя, скажем так, да, от всего информационного шума. Всего-всего, в принципе. Прям, не знаю, я безумно кайфанул. Очень доволен. Мне прям понравилось. Записывал еще там немножечко такой обознав. Не обзор, а как-то сказать. В разные стороны. Показывал просто окружение. Говоря там, типа, как замечательно вообще какой-то хороший рейд, какой-то хороший. Вот просто ничто не может там сказать. Ну, все идеально, типа, да. И тут мотоциклист сразу, во-первых, проезжается. Даже там, блин, застиг меня. А как только я вырубил запись, на меня, блин, села какая-то долбанутая огромная муха. Еще. Тут надо было чему-то такому, да? Напомните себе. Но в любом случае, кайфанул безумно. Может быть, там какие-то водочки в боках группы у себя опубликую, в общем-то. Так, давайте, наверное, увеличительное стекло возьмем в себе. Духи это защитная штучка, но вот это будет мне поинтереснее, наверное, все-таки. Один ключ тратим? Окей, один ключ вернули, хорошо. Потому что если поставил один ключ, то я бы сундуки больше не открывал. Можно, в принципе, пойти в обработку. Деньги сейчас у меня есть. Можно объединить звездонутую стрелу. Можно пойти, в принципе, было бы и попозже, конечно. Потому что слотов еще много. Конечно, у нас... Давайте попозже пойдем. Моцки за окном. Правда, его плохо слышно. Может быть, вы не вытышите, в общем. Вовсе его. Слушайте, а знаете что? Может быть, есть смысл мне другой закон, наверное, поставить то, что за какой смысл звездонутую стрелу копировать с фейерверка? Она тратит столько же энергии, только не дамажит ни хрена. Ей надо обязательно критовать. А тут лучше тогда поставить... Ну, черные дыры, если поставить, это, конечно, будет красиво, но... Ой! Ой! Твою ж налево, нахрен! Это вовремя не было в планах совершенно. Уйди, сгинь в пустоту. Уйди туда, откуда пришел. Уйди от меня. Фу! Пошел отсюда. Вот это я, конечно, его встретил так внезапно. Так, давайте огнемет себе. Сжги просто эту штуку. Просто гори в аду. Все, уничтожили. Черт возьми, случайно встретил. В магазинчик сейчас давайте сходим, в принципе. Взрыв трупа. Сияющий взглянуто еще одна. Хорош. Конечно, обычными раскачать себе до третьего уровня очень тяжело. Это 9 заглянаний надо считать. Задурить можно. Эхо, редкая штука. Кастует закономерно слева, когда закономерно справа попадает по врагу. Ой, наоборот, точнее. Новые, я думаю, поняли. Так, давайте уничтожать горшки. Ничего против них не имею, но они деньги могут содержать. Поэтому ничего лишнего, как говорится. Фитиль. Фитиль мне сейчас не особо интересен. Его можно как активатор использовать для чего-то дорогого, для другого джезла, например. Не знаю, ну пускай будет. Раз у меня один уже имеется, он здесь дешевый, в принципе. Есть слежение за курсором, второе, кстати. Не могу сказать, что мне сильно нужно его объединять. У него качается скорость полета и длительность заклинания. Может для другого джезла, конечно, но не уверен, что я хочу его брать все равно. А вот, кстати говоря, джезл имеет инверсию на даче, я не хочу брать. А вот камень, в принципе, можно. Камень пригодится. И два ключа, давайте, купим еще. Я найду явно применение. Так, стоимость мана x150 процентов, заклинание имеет шанс мгновенно восстановить ману этого джезла прикасить. Также имеет 20% шанс прогнобировать задержку. Это прикольный джезл, если ты дешевый ставишь заклинание, время от времени он сам себя полностью зарегивает. Но у него, правда, мана 60 всего лишь изначально. Хотя 23 ген там был какой-то дикий вообще. Но не хочу сейчас его брать. Три энергии за каждый прорезанный метр. Пока ты держишь этот джезл, твоя скорость при движении увеличена на плюс 20%. Прикольный джезл тоже. Знаете, его брать себе в руки, как пассивный дакубав скорость передвижения, и играть через все жезлы на вторичные слоты с энергией вот такой. Но проблема в том, что когда ты играешь с жезлом со вторичными слотами, это, блин, два спеллблока, которые сами друг друга никак не дополняют. В том плане, что здесь у тебя один модификатор и одно заклинание атакующий. Здесь у тебя такое заклинание, и всего лишь четыре слота под модификатор остается, например. Ну, либо как-то еще перераспределять. Конечно, тут не надо, получается, тратить на... Как его? Слоты на то, чтобы объединить в один спеллблок все это, типа. У тебя все, наверное, одновременно кастуются. Но тут места просто очень мало, почти что-то такое вкусное. О, кстати, а вот это радиус всех на плюс 50% у меня четыре жезла сейчас. Давайте. У нас больше места стало теперь, получается, под такие вот жезлы с пассивными бафами. Но нет у меня сейчас ничего, что может раскрывать как-то... Что может использовать пассивные на другие жезлы мои. Вот этого сильно не хватает. Если использовать, в принципе, серийный, он очень... Он прокачанный, он очень дешевый, в два раза почти дешевле кастует это заклинание. Оно... Нифига, кстати говоря. Но эти черные дыры, они косые весьма. Они вроде и летят, следуют за курсором, но очень медленно. Мне бы что-нибудь еще с критом, кстати говоря. С хорошим шансом крита. Ну, мина, да. Вообще будет страшно. Отходим. Не-не-не, это меня угрохает. По-любому. Это неразборчивый урон, но он очень болючий будет. Мечи, они будут промахиваться. Типа, летит, по дороге бьет, ну, ломает снаряды, да. Но не особо подходит, тоже, по-моему. Ну, разве что черные дыры сюда пихать, действительно. Смотрите, забавная ситуация такая. Если поставить так в фейерверке, которая при окончании действия левого закнария выпускает, правый закнария до четырех раз. Четыре раза, точнее. У меня свирепое дыхание дракона стоит 80, да. Если сиящуюся дырнутую ставить, например. Это, в принципе, хватает у меня энергии, получается вот такая штука. Красиво, кстати, весьма. Если поставить фитиль, перестает хватать. Казалось бы, странно, да, фитиль понижает стоимость маны, все верно. Просто этот фитиль, он, соответственно, будет кастовать сам дыхание дракона и дополнительно кастовать дыхание дракона от фейерверков. Поэтому здесь дыхание дракона становится значительно дороже. Начинает стоить 144. И это с учетом порезки от фитиля. Так, он стоит 80. Так, стоит как бы 160, но минус 10%. Вот краски 16 маны эти от 160 отнимаются. Забавно работает. То есть и фитиль активирует, и фейерверки активируют, получается. Вот так вот. Я вот думаю, смотрите, вот так вот у меня огонь выглядит без увеличения радиуса, да. Если я поставлю себе увеличение радиуса, добавлю себе вот так еще. У меня ощущение, что огонь становится дальше. Явно дальше начинает бить. Хотя у него про радиус ни слова к слову. Токологи немножечко. Но вроде бы радиус на него работает. Мне кажется, он дальше начинает фигачить. Но явно, типа, он вот такой кузьмяк. Здесь максимально все убираем для максимально визуального эффекта. И он начинает бить, ну, гораздо меньше. Среда работает 100%. Камень ручей емкости мне пока что девать некуда. Да и, в принципе, наверное, погнали дальше. Иногда коснуем вторым жезлом с волшебной пули, запуская свирепый дыхание дракона. Иногда. Ну, а так он и основной из жезла еще. Он бьет огнеметом очень слабо. Там огнеметы эти, опять же, они по 35% в урон только лишь имеют. То есть, заметно слабее, чем обычный базовый. Честно говоря, учитывая, что с них всех четырех я не попадаю, то как-то, может, даже в этом смысла большого нет, а? Что я не уверен. Так, этот тут заливает, так выстрелил, вообще хрен, хрен за этот самый, хрен за дождь, нормально, на самом деле. Он, в принципе, за мной следует, я могу пользоваться вот этим еще. Окей, ну мы его снесли. Это не босс, его можно было и с уроном проходить спокойно. Залп плюсовый, кстати, и отражение. Наверное, мы вот так и возьмем себя. Отражение, кстати говоря, будет на сияющей звезданутую и очень хорошо работать, по-моему. Должно по-любому замечательно. Отскок можно и убрать при желании. Залп нам... Если поставить сюда, то залп будет понижать стоимость. Но здесь, мне кажется, не надо понижать особо. Залп, я отлично понимаю, ребят, как работает заклинание. Типа, одновременно стреляю плюс три, то есть, итоговая застрелива четыре, за каждое следующее заклинание у тебя стоимость всего понижается. Можно себе так за заклинания какие-то понижать стоимость. Ты можешь поставить себе целую кучу заклинаний, и они все равно... Они будут все дешевле и дешевле. Каждый из них точнее, чем изначально. Если ты поставишь целую кучу дорогих, это все равно будет дорого. Если поставишь одно дорогое и несколько дешевых, это будет мега дешевое дорогое заклинание, как бы. Но прикол в том, что ты эти заклинания ставишься не бесплатно, это все-таки слоты у тебя занимает. Считайте, что залп это за слоты уменьшение стоимости, но сохранение, как бы увеличение количества заклинаний атакующих. Но у тебя уменьшается слоты для каких-то модификаторов дамага. Опять же, вот это у меня у нас тоже надо учитывать. Фитиль и гроза, рукоктулху. Ну, тут давайте грозу, например, возьмем. А, окей, понял. Так, давай, наверное, запихаем что-нибудь вот сюда. Не знаю, что. Так вот, допустим. Но всегда изменяет вашу ману. Давайте это используем. Минус 5 маны. Плюс 3 кп, плюс 2 маны. Обратно. Зелья, к сожалению, не создали себе, но ничего не поделаешь. Так вот получилось. Так, ключ окупился. Хорошо. Идем чуть-чуть дальше. Еще на своем вот этом вот импровизированном таком мини-пикнике я чуть не зафейлил один момент. Это, короче говоря... О, нифига. Чем это? А. Сейчас, что-то, что-то. А, это потому что радиус увеличенный, да? Нифига себе, он настолько увеличенный, что ли у меня? Сейчас, если поставить вот сюда вообще. А, нет, стоп, это из-за другого было. Это из-за петиля было. Так, конечно, еще больше будет. Или нет, погоди. Или петиля там не было. Но радиус большой. Так. О чем я тут? Чем я занимаюсь? Я, короче, с собой саму колу взял еще. Холодненькую специально. И положил ее в термос. Давай вот сюда льда еще. Чтобы она осталась эта за холодненькой. Кайфово. Все дела. Но кола как бы газированный напиток. И термос... Она там разбухла немножко так. У меня вроде термос-то прочный. Но я крышку не мог открыть минут пять. Ну, короче, там крышка начала проворачиваться. Там кусок ее как будто бы... Не знаю, как сказать. Один кусок приварился, другая часть проворачиваться стала. И две их захватить и удерживать это и крутить не получалось толком. В итоге потом как-то получилось, что эта крышка чуть не вылетела просто. Такой прям с хлопком таким. С даром. Словно. Я уже не первый раз причем на такой попадаюсь, но... То, что так вот в термос... По крайней мере, такой как у меня. Запихивать газировку может быть чревато немножко. В этом плане. Держи. Ну, что мы как стреляем, то вырубаем сразу же всякие мелкие бабочки, например, текут снаряды. Врекание драконов просто может отключать, опять же, тут тоже бабочек. Ну, дамага с него вообще никакого нет. Если начисто договорить. Нам типа по три, по четыре что-то сжарит. Копейки вообще. Со всех оно все равно не попадает толк. Один встречает, предмет в магазине, теперь бесплатный. Ну, давайте возьмем... В принципе, оно может на фоссах срабатывать. Может просто какой-то... Может немножечко дейк экономить. Так, пропущенная награда. Вот это противная штука, потому что упустить награду очень легко. Когда ты играешь, например, стретачиваешься на комнату. Внимание вот здесь. То, что происходит. В этой части экрана вред, ты вообще можешь не замечать. Совершенно по-другому работает при просмотре. И я не хочу, честно, это брать. Давайте в обработку погнали. Я понимаю, что я буду пропускать монетки по-любому. И причем даже, возможно, не буду о них знать. Так, у нас целая куча звездонутых стрел, да? При прокачке оно становится дороже на 8 маны, но дамаг повышается в 2 с копейками раза. 78 становится в 148. А, нет, даже. Не, не 2 с копейками раза. Плюс 70 дамага появляется просто. Но это, короче, жестко. При этом, когда у нас... А, теперь, когда корид шанс превышает 66%. Теперь требование повышается тоже. Но с той бабку он идет больше. Ну ладно, в любом случае мы берем себе это. Фитиль тоже, наверное, объединяем. И дальше сейчас будем реролить и реролить будем много всего, я чувствую, да? Отражение, надо посмотреть, как оно работает, что я его поставил, как-то не присмотрел с толком. Меч убийцу зла я хочу точно приролить. Хватит написать в комментах, что можно мечом убийца зла, убить троллей. Мне, блин, под прошлым видосом 3-5 комментов, наверное, таких было просто. Сколько раз я не повторял, что я знаю про такой вариант, самый простой, самый примитивный, самый попсовый, выноса этих боссов, самый очевидный. И у меня нет цели прям их вынести. Мне под каждым видосом срок про это пишут. Знаете, вот такое ощущение, что где-то люди увидели и начинают везде об этом всем писать. Я такое просто не раз уже встречал. Какой-нибудь видос на ютубе, например, расхайпленный, такой популярный есть. И начинают про это всем ютуберам писать, соответственно. Ну, такая тема. Даже если они уже давно-давно про это все знают и говорили. Кристалл слизи. Обычный, можно переролить, можно удар молнии, рвок молнии, рольнуть. Режим зарядки. А как он будет работать с звезднутой стрелой? Типа, а, мы заряжаем стрелу, постепенно становится все больше и больше, а каждый из них еще по отдельности заряжается. В итоге их тут вообще целая куча. Мы стреляем, получается много урона для этого там в 1700, да, так в моменте. Но это слишком долгий каст на это добро все уходит. Очень-очень долго. Так, мне по-любому не нужна мина, я думаю. Так, дуга вторая, окей. Слежение, пока пускай будет, я думаю. Это не перековать. Жаль, что вы девать вообще некуда. Грозу перекуем. Плюс лимит маны. Серийный, черная дра, волшебная пуля. В случае есть редкая. Вот это редкая есть, принц, можно сролить. Или автоматическую навигацию. Она в принципе, на самом деле, как такая, где она, общем, я. А, вот, смотрел вот здесь. Она неплохо сама попадает. Возможно, получше меня, на самом деле, будет даже целиться, чем слежение мое. Потому что у нее наводка прям очень хорошая. Каждый метр на 15 градусов, тут метр, это реально, вот, типа, небольшое расстояние совсем. Может, стоит лучше себе ее оставить, а слежение за курсором по рероль, поискать что-нибудь вместо него другое. Отражение второе. Так, давайте, наверное, фейерверки все-таки рольнем. Мина. Мультивыстрел. Мультивыстрел полезная штука, он может пригодиться вполне. Черную дыру рольнуть, поискать что-то другое, оставить что-то другое вместо... Вместо нее здесь, серийного. Но если поставить так, например... Кстати, дыхание, подожди! Дыхание дракона поворачивается в нужного врага с наводкой этой. Вау! Вау, это вообще крутяк! Он поворачивается куда надо! Вот это вообще интересно выглядит! Дух жезла. Это можно какой-нибудь жезл реализовать теперь будет еще. Так, 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 так. Что-то любопытное уже прорисовывается, на самом деле. Ну, это режим зарядки, наверное, роль нам все-таки. Автоматическая навигация вторая, а как она обгрейдится? Будете быстрее поворачивать, да? Да, типа на 27 градусов за метр. Честно говоря, не очень мне это интересно. Давайте ее рольнуть. Мультивыстрел. Тоже получше. Так, что дальше? Отскок может убрать? Потому что у нас стенок мне не так будет нужен. Пробивание. Пробивание можно было, в принципе, взять. Со звездонутой стрелой было бы полезно. А, пробивание вернулось, хорошо. Окей. Никуда оно не покинуло нас. Давайте вот эта роль не может еще. Залп. Я не думаю, что мне еще не залп может быть сейчас. Продлевание. Так, значит, что мы из этого делаем? Из того, что у нас сейчас имеется. Можно, конечно, поставить мультивыстрел и... Поставить сюда дугу молнии. А, между огнеметом это не ставит дугу молнии, да? Только между этим выстрелом. Да, мне очень нравится этот вариант. В принципе, мультивыстрел. Учитывая, что у меня маны здесь... Мы долго заряжаем. Маны здесь вовер. Можно так стрелять. Но у меня дыхание дракона расходует с ума на потом. Вот оно очень дорогое. Не, не хочу туда так. Настя бархатная тяга пускай остается. Может залп поставить, а? Понизить стоимость своего дыхания дракона. Можно было бы запихать сюда что-нибудь еще, конечно, в принципе. Типа дыхание такое 31,2. А вот так будет 20,3 с волшебной пулей. Просто, блин, волшебную пулю прокачать бы еще, конечно. Тоже было бы хорошо. Можно просто им снизить себе так стоимость. И, в принципе, неплохо. Потому что если бы оно работало бы, прокачанное, оно повышало урон. Так получается, в целом, весьма интересно. Блин, вообще, вот если пробивание работает на звездонутую стрелу, на моей навигации, это очень полезная штука. Но бархатную тягу не хочется убирать. Стоп, у меня же есть камень. Можно поставить камень, добавить сюда два слота, получается. На что-нибудь еще их утилизировать. На что? На волшебную пулю и на какую-нибудь еще фиговину. На петиль. Петиль пускай запускает волшебную пулю, смотрите. У нас получается так, дыхание дракона стоит 10,5 вообще. То есть, снижает стоимость еще больше. Перед у нас фитиль запускает всего лишь пулю. А, нет, стоп. Что за педня? Почему фитиль запускает не волшебную пулю? А, блин, охрен знает что. Можно фитиль, в принципе, поставить в конце. Тогда он точно не должен нам мешать никак. Вот так. И у меня дыхание дракона очень дешевая. Не настолько дешевая, потому что он теперь не светиля. Но все равно достойно весьма. Правда, так, у меня мана моментально все равно вылетает с обычного выстрела. Но, тем не менее, выглядит, в принципе, неплохо. Этот джазл, он заряжает и стреляет практически сразу же. Не то, что от него много толку сейчас. Наверное, погнали потихонечку дальше. Надо еще больше редких заклинаний, потому что у меня много редких, в принципе, да. Но я нашел всякие копии своих. И дальше уже реролить их, соответственно, не хочется. Жах М-1, Жах М-2. В принципе, получается такая весьма интересная связочка с заклинаниями, с которыми мы особо так толком и не бегали. С бархатной тягой, в том числе, которая такой вот... Такие тентакли запускает, которая делает наше заклинание, по сути, атакующим по низким целям. И теперь оно, кстати, реально выносит, в принципе, толпы врагов уже неплохо. Уже не только оно против боссов работает. Слушайте, блин, а мне нравится. Прям интересно получается. Сколько здесь всего можно такого все-таки попробовать? Да, конечно. Заряжай по максимуму и Жах М-2. Все, ко мне никто не подойдет просто. Вау. Еще что очень хорошо в этой игре, кстати, да, это то, что, например, сейчас я иду больше по заклинаниям и по хп-шке. Я меньше по реликам иду. То есть можно поиграть, в принципе, по-разному в этом плане, да, и комнаты, они примерно равносильны по награде. Ты реально думаешь о том, что тебе надо брать. Не считая радостью золота. Золота чаще всего все-таки более проигрышный вариант. Менее интересно выглядит, потому что золота и так постепенно фармишь. Хотя, опять же, не гарантированно, потому что где-то бывает такое, что золото, опять же, ты можешь много себе купить. Но вот заклинания, хп и релик, ты реально между ними думаешь и выбираешь. Выбор не очевиден. Так, режим энергосбережения, принятая задержка. У меня уже, в принципе, задержка не так сильно интересует, на самом деле. Давайте вот так возьмем, наверное, себя. Мы летаем, кстати, не замедляемся на вот этих лужах, в том числе. Идем здесь за хп-шечкой. То есть, я релик полета на самом деле. Вроде бы я не так сильно его, как бы, хотел брать, на самом деле. Я взял, потому что он вроде недорогой. Не помню, мы с ним бегали или нет. Брали его. Прилетали, точнее, с ним или нет, скорее. Правильнее, наверное, сказать так, да? Тоже так, типа, думаешь, ну, что там, я могу и в пропасти просто не падать. Он может не давать никакого эффекта. Но где-то он, может быть, ай, а тут не пролететь тогда. Ну, тут можно... А, у меня нет рывка. Зараза. О, Жезл, лети вперед. Окей. И здесь тоже. И вперед. Потому что он, если он телепортируется, если наступит на клетку какую-то... Ну что, нифига, он мне прямо угадывает все. Окей, не угадал. Давайте подождем его. Я не хочу идти заново. А, блин, сейчас он ведь... Погоди, а я же могу его вытащить? Во! Я же могу так менять в процессе. Принутивно задержку все-таки нашли, да? Не хотел брать ее... Выдали все равно. Ну, ладно. Сейчас она мне не особо нужна, конечно. И она, причем, обычная, прокачанная. Жалко, что не редкая. У меня будет редкое загнание апнутое какое-то, чтобы найти себе как раз-таки еще одну звезданутую стрелу. Мне-то одному хочется, так сказать, не звезданутая стрела, а другое не самое цензурное слово. Оно просто созвучно очень. Ну, неважно, в общем-то. Может, вы и не поняли, о чем речь даже. И не надо в таком случае. А может, и поняли кто-нибудь по-любому. С дыханием драконов мы чуть-чуть что-то там бегали, но полноценно на него ничего не строили. Здесь у нас получается такой, узнает, акцент на два дакционера, а остальные там до кучи просто идут, понижают стоимость. Но у меня как бы много снотов вроде бы, да? Но мало из них утилизированы для повышения урона. Мне вот этого не хватает сейчас. Дальше, конечно, будет еще больше снотов, но у меня сейчас и камень используется, который понижает итоговый урон в том числе. Блин, а я даже не знаю, хочу ли я брать себе лихое ухо, от него, из него можно случайно, ты ускоряешься, у тебя теряется контроль. Трелик весьма вредный зачастую бывает. Так, не сюда надо было, надо было красное нажать. Подожди. Так, теперь вот красный, да? Нет, тоже теперь не красный, не фига. Теперь зеленый, вот теперь красный. Нет. Намудрил все, что только можно, да? Вот, все, наконец-то. Книжку заперли немножко свою, хрен с ней. Так, пробивание плюс два, кстати. Это можно сразу же, в принципе, себе поставить вот сюда. Пускай будет. Лихое ухо повышает твою скорость при движении, за это ты можешь влетать во что-нибудь другое. Но я думаю, может быть, стоит его взять, чтобы просто исключить из полуреликов, чтобы он мне больше не попадался, не занимался вот чего-то другого. А если мы найдем себе зелье, который релит реаль, то мы его поменяем обязательно. Есть вот, например... А, это босс уже, кстати говоря. Ой. Есть вот проклятие, которое при получении урона тебя телепортирует равномерно на карте. У меня один человек спорил со мной, там, пытался доказать мне, что я ошибаюсь, что это не самое плохое проклятие в игре, что это проклятие вообще полезное, оно спасает. Ты получаешь урон и спасаешься с атак. Да, в теории так может быть тоже. Но чаще всего ты получаешь урон, телепортируешься, дезориентируешься, ты хуже попадаешь по врагам и еще начинаешь попадать в другие закинания всякие, в другие атаки вражеские. Получаешь вместо одной пички пять пичек и теряешь персонажа туда-сюда. Это дезориентирует гораздо больше, чем хоть где-то может хоть как-то косвенно помочь. Поэтому нет. Вообще ни разу не согласен с средним. В принципе, что это понятно, я думаю, согласны в этом плане. Я понимаю теоретически, где это может быть. Может оказаться быть полезным, но чаще всего все-таки нет. Слушайте, а неплохой у меня на самом деле урон. Вот как жахнули, так будь здоров прям. Хотя больше так не жахается что-то. Заряжаем энергию по полной программе. Знаешь, у меня ману нет сейчас, поэтому так и не жахаем, наверное, да? Ждем. Стреляем. Причем, смотрите, мы не замедляемся, пока заряжаем свое. Возможно, что это не считается хастом, либо это из-за моего перыша, взаимых крылев, взаимых крыльев. А можно делать в том, что во время зарядки ты не замедляешь, действительно. Что весьма приятно, если так. Ой-ой-ой-ой. Опасно, когда ты так рядом с ним оказываешься, конечно, очень легко. Попасть под лучи. Снова лучи. Кланы, нужную сторону успеть пойти, да? И добиваем его. Без урона, отлично. Без щитов, но без получения урона. Хорошо. Так, здесь у нас есть купни Микрии, которые редки. Одновременно стрельба 3. Но у меня залп есть, мне особо интересно. Здесь задержка очень долгая. Считаю, не особо интересный жанр для меня. Но вот это тоже, типа, убиваешь врага, призываешь тентакли к толку. Считай, 90 энергии, 2 тентакли призываешь. А, нет, почти 2 тентакли. 47 энергии стоит. Это надо понижать стоимость, тогда будет 2 тентакли сразу же. Но здесь лотов очень мало. Давайте лучше возьмем себе оборотня, наверное, да? Потому что просто он имеет полезное заклинание. И вместо чего-нибудь нашего явно будет получше. Так, это я не хочу. При смерти восстанавливать свой хп до 50% отрезалка, да? При подборе монет ты восстанавливаешь себе хп. Это потенциально бесконечная хилка для нас с нашими монетками. На троллях, если рассмотреть на них, это мне не поможет, потому что мы не сможем это подбирать. Только здесь у нас будет рывок, например. Но, честно говоря, душиться с маленьким уроном на них 20 минут, например, условно говоря, да? Я собираю монетки, хиляясь за них туда-сюда, атакую, потом кидаю монетки, схиляясь. Я не хочу на монетки сейчас собирать билд. Хотя могли бы. Есть планы у меня сделать серийку в будущем. Это рывок молнии, который запускает монетки, которые ты сразу подбираешь и от них хиляешься с жилетки старателя. Это было бы круто. Но сейчас у меня ни золота я особо не фармливаю, дериков нет. Ничего-то еще такое не интересует. Мы, конечно, это, в принципе, пассивный хилл в том числе тебе дает. В комнатах, да? Можно было бы не париться на этот счет, но я не думаю, что у нас будут большие проблемы. Хотя песочные часы времени не то, что мне сильно нужно в таком случае. Мы здесь ничего не будем брать. Не хочу себя хп понижать свое. Хотя песочные часы времени точно тебе в плюс выходит, да? Как бы, когда ты именно расходуешь свое хп до конца сливаешься. Это понятное дело. Но вот так моего запаса здоровья, если он где-то у меня просядит, там, не знаю, я 190 меня, например, продамажит где-то постепенно, а потом я закомпатить смогу, то вот этот релик у меня как бы слил бы мне жизнь. А от камбэка было бы меньше уже смысла. Так, оборотни, мы беремся вместо третьего жезла, я думаю. Мимикрию. Ну, пока не то, чтобы есть на что ее ставить, на самом деле. Можно, в принципе, на фитиль. Потому что он дешевле чуть-чуть, да? Чуть повыгоднее будет для меня, но это такая копейка вообще. Прям ультра капля в море, на самом деле. Два мана, три маны. Это смешно, конечно. Можно камень, ребят, если что. Я все понимаю, все помню, но еще больше понижать итоговый урон множителям этим я вообще не готов. Мне так кажется, сильно меня ослабит. У меня так, 134 урон здесь нет, да? Останет 67. Ни хрена порезка. Здесь 36 ДПС. А так, 48. А нет, здесь 89 урон. Я с чем-то другим накосячил, да, походу? А, это вот так, 134 становится. Почему так много? А почему 134 с волшебной пулей? Залп у нас дает тебе закинально одновременно, но он же не уменьшает, как вы не... Он не повышает тебе урон за каждый закинально дополнительное. Почему я вот это убираю, повышаю, понижаю? Как это работает? 48 у огня. Здесь 48 остается. Если так поставить, здесь 48. Потому что это именно дело в звездонутой стреле. Именно у нее повышается дамаг, если у меня стоит волшебная пуля здесь. А в чем тут? Хммм, смотрите. Если у меня вот час 89, например, да, то есть он не понижает здесь, я убираю еще закинание. Если я поставлю пулю, а он тоже, видит, не повышает. Дело не в пуле. Если я поставлю вот так закинание, у нее становится урон высокий. Может быть, дело в том, что... Охрен его знает. Я подумал сначала, что может быть здесь общий шанс крита жезла высчитывается как-то и каким-то раком он повышает урон. Вот этот последний эффект задействует, но у нас он тут и близко не 66% выходит. Не знаю, почему так работает. Как-то работаю. Причем, смотрите, прикол, ребят. Видите, у меня нет задержки 1.3, по ощущениям. На самом деле дело в том, что задержка начинает высчитываться в момент, когда ты нажимаешь на закинание. Не когда ты выстреливаешь, а то есть она уже прошла. То есть я могу... Оп-оп. То есть если я буду подряд пытаться прожимать, видите, он как бы так быстро не может. даже симмана хватает. Но если я нажимаю зарядку, он уже... Вот сейчас задержка уже прошла. Я могу следующую стрелу выпустить сразу же. Оп-оп. То есть задержка, в принципе, это долго меня сильно не напрягает. Можно даже принуться задержку X3. X3% итоговую не ставить тебе, в принципе. Не особо требуется. Так, пробивание возвращаем себе. Цепь молнии только если... Ну, цепь молнии, если мультивыстрел... Ну, мультивыстрел у меня типа... Ну, так. Не очень много, по-моему, импакта дает все-таки. А стоимость повышает значительно. Давайте лучше. Пускай бархатная тяга вторая остается здесь. Меня одного, ребят, вот так вот триггерит вот этот вопрос... Вопросы на знак. Мне хочется, чтобы его не было. Мне хочется убрать заклинание вот отсюда, чтобы оно не стояло, вот так вот не показывало мне о том, что ему не на что накладываться. Как-то вот так вот приятнее выглядит. Просто пустые жезлы. У меня нет атакующих заклинаний. У меня буквально атакующих вот эта вот пачка и вот эта штука. Все. У меня все в модификаторах. Надо больше заклинаний искать, в общем-то. Примерно такое же получается с тремя бархатными тягами, потому что я не знаю, что мне еще копировать. Они принц-шанс крита повышают и все будут создавать эти усики. Не, так понимаю, три усика будут у меня. Сияющие звезды у меня с пробиванием. С каждого пробивания ищу там отскок, есть, кстати говоря. Она туда-сюда вскакивает, пробивает цели. И в итоге оно бьет по большому количеству врагов. Почему урон упал? Почему урон упал? Подожди. Че я поставил сюда такое? Блин, ребят, я перезапустил даже запись. Посмотрел, откуда у меня там было 134 урона. Судя по всему, это дело было в том, что у меня был другой жезл. У меня был энергичный жезл, у которого плюс 50% урона, если потребление маны меньше 10. Судя по всему, я на весь этот спеллблок... А как? А как у меня меньше 10 мана уходило? Может, мультивы... Не, мультивыстрел. Да все равно это не меньше 10. Тут, ну, волшебная пуля дешевая, но вот это все равно стоит дофига. Я, честно говоря, не особо понимаю, почему там плюс 50% получалось, но тут слотов меньше. Маны регены здесь тоже будут похуже. Даже без духа жезлов здесь регены будет меньше. Поэтому мы все равно остаемся, наверное, с оборотнем. Хоть и звездовутая стрела становится слабее. Причем, кстати говоря, только стрела получала баф к урону. Дыхание дракона оставалось таким же. Может, типа, если у стрелы... А, может быть... Подожди, он, наверное, возможно... А у каждого заклинания просчитывает. Типа, если заклинание требует меньше 10, они вроде у меня одним спеллблоком уйдут, но на самом деле это все как бы отдельно идет. Тогда его урон повышался, поэтому у нее дамаг повышался. У волшиной пули надо было смотреть, повышался ли урон. Был ли он выше. Но сейчас я это, наверное, не буду уже засматриваться как-то. Давайте вставим себе вот так и погнали наконец-таки дальше, потому что я тут немножечко подзатянул. В принципе, жезл интересный. Было бы какой-то вариант ускорить его чардж, было бы вообще замечательно. Но такой опции, по-моему, у нас нигде нет. И ему бы еще как-то заливать энергию, потому что тратит он ее прям много. Ну, либо сделать что-то такое менее тяжелое. Ну, дыхание дракона улетучивает все вообще. Причем странно, что энергия не сразу начинает бегениться. Вот чекайте. Вот я потратил в ноль сейчас? Потрачу, да? Все, ее нету? А, подожди, дыхание дракона продолжает сжигать просто. Оно же в секунду же работает и сжечь продолжает, потому что не только на каст используют. Причать всех врагов в комнате, не являющихся боссами, в монеты. Полезная штука. Кстати говоря, если бы сейчас все вылезли, еще враги, можно было бы здесь это поражать, потому что у меня есть зелье Мидаса, тут еще. Блин, мало врагов. Здесь еще монетки дополнительно, могли бы их раздвоить просто все. Если бы сейчас вылез большой, вот большая кучка врагов... Не, не вылезла. Ладно, хрен тогда. С этим всем добром. Замедляет снаряд в радиусе 3 метров. Вражеские снаряды. Иммунитет к замедляющим эффектам. Скорость при джине повышает. Ну, давайте застывающую каплю, допустим, возьмем, не знаю. Звучайно улучшает одну реликвию. Так. Это круто. Главное, чтобы не улучшило мне ухо. Лучше всего, чтобы копию перчаток улучшило. Это будет, конечно, мастер, только не ухо. Целебный пояс, в принципе, пойдет. Нормальный вариант тоже. Выбрался. Магазин либо хп. Я бы, наверное, за хп пока что сходил. Еще немножко себя повысить его. Вот для комфортной игры хочется иметь где-то 250-300 хп под конец игры. В принципе, где-то 2-3 повышения хп еще и меня вполне устроит уже. Уже будет комфортно. И вся мана просто в ноль. Просто ее нет. Надо заряжать дольше свой жидал. Раз у меня все равно мана не расходует, то куда мне торопиться слишком быстро ее тратить на заклинания, которые не максимум своего дамага вливают. Тем более, что у нас тут есть рикошеток туда-сюда. И вот так зарядили, и прям выдаем вообще замечательно все. Даже по толпе. Дыхание дракона не очень сильно разогна, но если его еще бафнуть, как бы повысить там урон, если он реально начнет испепелять, может его стоило бы ограничить количественно, потому что оно вроде направляется на врагов, но его слишком много по дороге появляется. То есть у меня появляется несколько огоньков, бьют около врага, и несколько бьют далеко от него, не достают попросту. У меня сейчас какая-то веня по руке поползла, поэтому я ненадолго отвлекся. Сразу почувствовал такой бррр. Не знаю откуда, не знаю что, но... Ладно. Оно в прошлом. Так, обработка. Вроде хочется в обработку, да? Но вот смотрите, вот это я не обрабатываю. Это, это... Эти можно, в принципе, мультивыстрел под вопросом, на самом деле. Хотя мультивыстрел только один у меня, да? Может, стоит его обработать. Это не обработать тоже. То есть у меня мало редких заклинаний, которые я могу менять. Вот в чем проблема. Давайте, наверное, попозже тогда, в таком случае. Так, тут если получится зелье Мидаса уничтожить врагов, а потом раздвоить монетки еще и с зельем, а как еще и с мешка, будет вообще замечательно. Если вам вылезет большой вот этот вот сгусток головастиков, вот тогда надо юзать. Потому что это больше всего врагов как раз нам даст. Держи. Зарядили, стреляем. Но мы не шотаем все равно даже вот таких врагов. Блин, здесь к сожалению, маловато денег на самом деле. Хотя, смотрите-ка, тут два самоцвета. Мне кажется, неплохой вариант, чтобы использовать зелье дублирования. Давайте зелье дублирование используем, короче говоря. Потому что самоцвет все-таки это как плюс пять монеток. Каждый из них. Ощутимо весьма. Неплохо зелье, в принципе, это дало. Ключей нет! Ключей нет! Нет! Эта комната могла содержать что-то очень крутое. Как я не заметил, что ключи закончились? Что-то... Даже не понял, когда после раз их тратил-то. Давно уже, мне казалось, было. Может, и запаузу просто. Так, магазинчик либо заклинание. В магазине можно найти прям что-то. Давайте в магазин. Можно найти что-то конкретное. О! Ядро грома за ноль. Давай. Автоматическая навигация редкая штука. Это у нас электропаутина. Но это я не хочу, наверное. Давайте освежаем воздух. Опа! Заряженная сфера. И у меня есть причем увеличение монопула. Так, мы это точно должны взять. Это очень хорошая штука. 60, конечно, стоит это звездануться. Можно это дорого, реально. Но это полезно. У меня дальше обработка. Пасть ли мне на нее денег, если я здесь еще потрачу на редкое что-то? Или надо попозже в нее идти будет? Пузырь точно стоит брать. Это редкое, дорогое. Крит-шанс, кстати говоря. Ну, вообще, кстати, мне не обязательно заряжать заклинание полностью. Нам надо именно крит-шанс ему сделать. То есть мы могли бы обеспечить его критами и другим способом. Нельзя это заряжать. Но, честно говоря, тратить слот себе на вот это я не хочу. И дорого, и апгрейдить надо еще к тому же. Сюда вылечим ману просто. Туда можно, в принципе, и камень вставить, если будет лишним. Еще напихать какие-то там регенерации, повышение ман, например. Что-то для такого плана. Повышение урона есть. Давайте. И цепь молний. Это у нас уже получается это вторая, да? Да, это вторая. Стоит, наверное, все равно взять. И, наверное, сейчас идем на хп, потому что в обработке у нас просто нет этих самых. Блин, ключи надо было взять. У меня просто... Я не знаю, они сегментаряются. Сегментарные. Может быть, стоило на них поражать зелье. Не уверен. На обработку снова пропускаем. К сожалению, не очень нам вовремя попалось нам так, получается. Так, е-мое. Ладно, в другой комнате заюзаем. В какой-нибудь, которую я сразу так не начну аннигилировать. Еще один такой вылез. Ну, я сейчас пока... Вот я смотрю просто, я хочу, чтобы закончились точно мои вот эти пассивные источники урона и тогда уже превращать. А то пока я буду юзть зелье, у меня огнеметы сожгут этих молок уже. Так, заходим. Во! Хорошо. Нет, стоять! Не бей их! Ааа, где? Я думал, что каждый сектор даст этот самый. Навсегда увеличивает или уменьшает тебя. Откуда из дерева приобще? Из сегментарных врагов, что ли? Или что? Давайте навсегда изменения. О, уменьшение, кстати, сработало. Отлично. Мы стали малышкой такой прям вообще. Отдача плюс сто процентов. Ё-моё. Мы будем улетать. Мы будем далеко улетать. О, снимай случайно проклят. Нет, мы не будем улетать. Потому что мы бы улетали прям... Ну, хоть и не настолько сильно, на самом деле. Ну, я все равно уберу его, наверное. Ааа, сток. Мы зелье используем. Там одна банка появилась из-за зелья. Вопрос оттуда появилась вторая, правда? Так, повышение урона и расширение области. И то, и другое у меня, в принципе, есть уже. Куда мы это пихаем? Хотим ли мы повышение урона себе поставить, например, сюда? Вместо пробивания. Потому что у меня уже есть отскок. Может и так нам нормально. У меня два повышения урона, если что. Нет, заклинаний дамажных просто вообще дико не хватает. Ну, как бы, 111 с урона, да? Без этого 89. Большая разница. Но если я поставлю второй, то из 111 у нас... Стоять. Из 111 будет 134. На самом деле, все еще разница приличная. Ну, бархатную тягу убирать-то минус одна цель. В целом, может быть, и так нормально, кстати, выйдет. Ядро грова нам не подойдет. Здесь у нас мало кастов. Хотя они сильные. Ядро грова било бы сильно, но не часто. Не очень стабильно. Погнали дальше. Один ключ у нас есть. Это хорошо. Так, зелье обновления у нас имеется. Вот на таких мовах было бы хорошо, конечно. Но опять же, я вот так использую, да, и у меня все сжигаются нахрен. Их надо разделить, но не сбивать. Для зелья. Но у меня зелья уже сейчас все равно нет. Зато головастиков этих, кстати говоря, мы сжигаем прям моментально. Потому что у них хп очень мало, судя по всему. Достаточно даже мелкой пички. Так, зелье окаменения. Мне оно не шибко нужно, но можно его использовать куда-нибудь, не знаю. Опа! Клинок ярости! Увеличение урона крита. Давай! Крит у нас с 200 до 250 процентов прокачивать-то приятно. Весьма. На магазин у нас мало денег. Погнали вот сюда. У нас, смотрите, мы разок кастуем сейчас. У нас вся мана даже из этого жеста улетит, бить. Или нет? А, нет, сейчас мы недалеко пальнули просто. Ай, у меня, слушайте. А знаете, почему дыхание дракона так мало стало? Я убрал пробивание насквозь. По-моему, из-за этого. Ай-ай-ай. По-моему, из-за этого дыхание стало очень мало. Если я поставлю пробивание обратно, одно. Все еще мало не улетает, погоди-ка. А если постреляю вот так, вот так улетает, естественно, если заспамить просто все в огне. Так, у нас элитка впереди. Так, на элитку, наверное, явно лучше повышение урона, а не пробивание, это уж точно. Возле тебя периодически появляется бомба. Отвратительное проклятие, которое меня дико бесит, но я все равно возьму его. Делие конверсии. Вычитывая текущее хп, давай соответствующий количество счетов. Это будет полезно боссам. Так, это босс элитка страшная, кстати, весьма. На! Мана у первого жезла улетела. Еще держи. Не так сильно мы бьем, как хотелось бы, на самом деле. Ай! Бой может весьма долго продлиться таким успехом. Так, тебе. А, нет, смотрите-ка, смотрите. Я пока доджил от атаки особо не обращал внимания, что он там делает. Сколько у меня там хп? Просто стрелял в его сторону примерно как-то. Чисто на атаке стряточен был. Мы его вынесли за это время. Расщеплением, цепь молнии и дуэт. Дуэт кастует закинания справа, по окончании закинания слева. Он переносит урон. Это принесет большой урон. Кстати говоря, это весьма сильное сделать серебро и дыхание дракона. То есть, дыхание дракона, оно бьет много раз. Для него повышение такое дамага очень сильно было бы отсутствия сияющей зонуной стрелы. Но надо понимать, что в таком случае дыхание дракона будет всего лишь одно. Оно будет редко кастоваться. Очень редко. То есть, вот в чем прикол. Крутое сильное закинание, но зато редкий каст второго будет. Оно будет мощное, но очень редко. Я надо возьму себя расщепление и цепь молнии все-таки. Вот так вот сделаем. Так, увеличение области запихаем вот сюда. Цепь молнии просто можно будет потом париролить и поискать вместо нее ту же стрелу улучшенную. Потому что это уже плюсовое, редкое закинание. Тут еще две цепи молнии есть у меня, кстати. Можно было бы цепи молнии, если найти третью обычную и третью улучшенную. Важно было их объединить, а потом искать сразу плюс-плюс молнию. Ой, плюс-плюс звездную стрелу. Но это я вряд ли все-таки не буду делать. Так, расщепление. Что касаемо него. Расщепление на 5 выстрелов. Это сильно весьма, но дорого будет. Но мне кажется, здесь это не надо. Я думаю, что мы лучше ставим себе пока что пробивание просто. Причем бить-то? Просто нечем. Давайте расщепление поставим ему, допустим. Угоди, а сколько это у нас? Замедляется наряд в радиусе 3 метров. Вот это 3 метра, как я думал, что это будет гораздо больше. Потому что навигация у нас каждый метр по 15 градусов. То есть, вот это расстояние, оно 45 градусов делает. Клин, 45 градусов на самом деле, большая наводка. Так что да. Поэтому ее и хватает. Обновляет покупаем предмет и доступные двери во всех комнатах. Это можно будет дверь, дверь в реальном случае чего. О, так вот это пригодится. Сжигай. Ай, айти-ка. Не туда куда-то пальнул, потому что перемещался туда-сюда. Еще сжигаем. Красиво такой билд получается. Забег у нас и лагов нет. Что-то любопытное весьма. Такие редкие, но мощные касты. С заряжаемым заклинанием. Но при этом, мне кажется, на бойсе все равно будет маловато дамага. Комнаты чистим. Вот мелочь прям хорошо, потому что у нас весь экран прям в огне. Частенько бывает. Просто все горит. Дыхание дракона. Но сам ДПС в одну цель, он не фантастический. А у Нечта уже ХП весьма много. Ощутимо больше, чем у этой элитки было. Надо к боссу этого этажа еще успеть прокачаться как-то хорошенько. Если мы найдем себе эпик, кстати говоря, будет замечательно. Хотя я даже не знаю, какой эпик меня интересует. Но разве что повышение урона, опять же, да, потому что сверхновая нам не подойдет. Я думаю, слишком большое количество целой кучи кастов мелких заклинаний, которые будут без зарядки нашей, не особо интересно. А в адеке раунда уже, наверное, мы не будем под нее перестраиваться. Уже и поздновато. Так, здесь не эпики. Уменьшение урона на 25 портнутов. Опа, при получении урона есть шанс 10 портнутов подноряно потерять столько же максимального ХП. Нифига, жопа какая. Прикинь, ударил тебя на 30, ты причал потерял 30 ХП. Просто жесть. А это у нас невидимо сделать. Все алмазы с монетами, истощение, истощенные алмазы. Это редкие проклятия, поэтому ты их очень-очень нечасто встречаешь, соответственно, да. Но нагрудник рыцаря, блин, так круто. Если мы сможем его снять, это будет просто мега топ. Найти просто алтарь надо, и вот и все. Мы же найдем его, да? Я надеюсь. При этом идти на фонтан, например, если бы мы предложили нам фонтан здесь или ролик, например, да? Я бы не хотел. Давайте за реликом, потому что ХП у нас, в принципе, достаточно много сейчас уже. 323. Следим за ним, чтобы не сожрали, да? Если сожрет, то я это буду припоминать этому проклятию еще. Мы стараемся не отхватывать теперь. Додержаться до фонтана. Если мы где-то начнем потерять... В принципе, учитывая, что оно не плоско отнимает, да, какое-то значение. Не процент от моего здоровья. А в зависимости от ручки, вряд ли я получу целую кучу ударов подряд сильных, чтобы мы могли потерять много здоровья. Это будет либо много слабых ударов, из которых мы что-то потеряем, скорее всего, да, но немного. Либо это будут редкие, но сильные. У которых шанс потерять не такой большой, и их будет просто, ну, не много, потому что... Так, давайте формируем сундук. В принципе, ключи есть. Ключи есть, две штучки. Теперь один ключ. Релик. Перчатка старателя. Поздновато, если честно. Очень поздно. У нас и конец твоего этажа уже, постихонечку. Давайте, наверное, клевер возьмем, в принципе. Это уклонение с шансом. Время в среднем оно повышает. Опа. Сняли. Сняли с себя не то, правда. Кстати говоря, этот алтарь сам по себе дамаж. Там, в теории, эта пичка, которую мы сейчас получили, она могла тоже отнять хп. Но не отняла. Окей, все, убрали с себя эти проклятия. Благо, редкие проклятия так же спокойно снимаются, как и обычные. Ты их встречаешь не часто, действительно. Как и редкие релики, на самом деле, тоже вот. Многие из них прям. Какие-то из них мы там видели. В прошлый раз, вроде, шкатулка Пандоры та же была, и не только она, по-моему. Ну, вот этот нагрудник, понижение урона по себе на четверть, это весьма ощутимо. Так что не зря взяли то проклятие. Я понимал, что должен быть фонтан где-то рано или он встретится. Хотя, если бы мы его не встречали еще, не знаю, там полтора этажа, до конца забега практически, было бы обидно. Было бы неприятно весьма. Так, плюс волшебный резервуар, кстати говоря, это можно будет его прокачать. Залп, радуга. Ну, эти радуга возьмем, мне надо чем-то атаковать. Может, он вот этот будет радугой бить, не знаю. Обработки, нет. Так, не забываем забирать обратно наши. Давайте сначала забьем вот здесь, сюда слоты. Чтобы у нас хотя бы заклинания не упадали так. Можно рольнуть в поисках обработки, конечно. Потому что у нас два заклинания все же у нас уместится сейчас. Блин, это было лучше в магазине использовать, конечно. Давайте рольнем, ладно. Обработка есть, хорошо, идем в обработку. Все. Сейчас будем искать вкусняшки. Сейчас будем искать себе заеду эту стрелу, возможно. На что хватит денег? 106 монеток мы, если редко будем реролить, особенно прокачать, нам не хватит на все, на самом деле. Он нам хватает на резервуар. Раз, сюда его запихиваем сразу же. Хватает на режим энергосбережения, кстати. Не знаю, что я куда его пихать. Правда. Цепь молнии прокачиваем. А, у меня уже... А, да, да. Окей. Я что, думал, что мне не хватает обычно еще одной. И все, пока что, да? Теперь нам надо найти два редких заклинания. Это цепь молнии. А, ну две цепи молнии реролись как раз туда. Если найдем две звезды внутренней стрелы, будет просто очень круто. Дух жезла. Дражение плюс. Она получше моего, зараза. Давайте пока с ним подождем. Да и дух жезла, на самом деле, я бы тоже с ним подождал. Не торопился бы его именно реролить. Ну, а больше-то и нечего особо. Из улучшенного редкого. Больше ничего и нет, буквально. Тогда реролим все-таки их. Мне нужно категорически найти вот эту стрелу. Может, отражение мы найдем и так. Просто, кстати говоря, улучшенное. Удастся. Так что, прости, дух жезла. Ноногремуар. Меч убить за зла. Рывок молнии. Мультивыстрел. Дыра. Дух жезла. Отражение второе плюсовое. Блин. Оно снижает урон меньше. Но я его до третьего не докачаю, ведь. Ну, куда мне, блин? Дайте мне стрелу эту мою, пожалуйста. Пожалуйста, стрелу. Дыхание дракона. Улучшенное. Ну, дыхание дракона, если сравнивать, то ДПС разница в два раза. Но еще оно и дороже стало стоить, соответственно, да. То есть не совсем как бы так. И стоимость маны повышается еще больше. Ну, наверное, надо ставить улучшенную. Ну, давай, дай же. Вообще не найти. Вы посмотрите. А, все деньги сейчас пророливаем. Так. Давайте поищем что-нибудь другое. Та, повышение урона. Какой-нибудь. Пробивание уберем. Радуга 2. Скорость полета не надо, вроде бы. Паразит тоже. Остановка. Кристалл слизи. Роккенбол. Отскок. А, нет, стоп! Блин, волшебный шарик случайно проролил. Случайно прокликал. У нас, правда, не было бы третьего все равно сейчас. Но это был низкий, низклик по инерции. Чуть не осознал, что мне он нужен был. Ну, ладно. Такс. Ну, мы, по крайней мере, нашли себе дыхание дракона. Но, честно говоря, не очень-то повезло. Потому что сколько... Оно же ред... Оно обычное? Оно тоже обычное. Почему я думаю, что оно редкое? То ли за надписью «Синий заклинание снаряд» меня драгерит, так то ли я не знаю. Оно обычное. Почему я думаю, что оно редкое? Как и в прошлой серии, чисто то же самое. Окей. Но хотя бы в этот раз я пораньше это обнаружил. Окей. Мы найдем. Мы найдем. Улучшим его еще. Жаль, что отскок, правда, проролил, получается, в таком случае. Но зло здесь дух же зло улучшенный. Теперь. Он будет стрелять радугой, да? Можно поставить вот так две радуги. Добавить этому, например... Что еще? Что еще мы даваем-то? Повышение урона? И дыхание дракона. Пусть он дышит. Потому что радуга для него не очень красиво выглядит. Хотя и дыхание дракона тоже, если честно. Не шибко так работает. О, нифига. Посмотрите, как я могу. Еще как это? А. А, это надо... Подожди. Посмотрите, если нажать shift, то можно вот так вот перетаскивать себе заклинание. Очень быстро. Но именно в тот же зло, который у тебя в руках. Поэтому если здесь душе зло, то я не могу. Перекидывать, потому что... Пиши, что тебе достаточно недостаточно сладов для вот этого первого зло. Ориентирует. Почему дыхание дракона синее? Почему у него синий дыхание дракона? Погоди. А, это от ядра грома. Она видает от ядра грома синее дыхание. Прикольно. То есть, они активируют в конце молнии. Вот тогда оно синее получается. Забавно. Может расщепление отсюда убрать, а? А он дорогой становится очень с ним. Хотя его... Зато очень много. А, погоди. Он тогда улетает вообще, да? С расщеплением хотя бы он... Ставит огни. А, нет. Все равно улетает. Так же. Это дыхание. Подожди. А, расщепление. Да, понятно. Это дыхание сначала. Он с обычного улетает, а потом просто вставляет еще пять за собой. Ну, пускай нам все-таки будет получше вот так. Блин, кстати говоря, если у меня вот этот жезл расходует, все, да? Он же может вызвать заряженные сферы. Та же тратить потом, нет? Хотя... Или нет? Или он не тратит из нее? Может быть, он не кастует, не пытается кастовать из него норман, например. И поэтому заряженность сферы разряжается только если я ее сам разряжаю. Не уверен, если честно. Так, ну вроде бы на этом все тогда. Собрали себе вот такие вот жезлы. Погнали дальше потихонечку. Так, заряжаемся в мегавыстрел. И стреляем. Ухо меня там подускоряет немножко. Сейчас вспомнил о нем вдруг почувствовал, потому что... Все в огне, гори. И... Это не тот. Так, нужно по нужному стрелять, да? Иначе дамага не будет, конечно. Так, кто из вас нужный? Все. Смесли. Так или иначе. Не люблю тихмолов таких. В принципе, за чистое можно сидеть вот там, левый, нижний. Тот, который меня интересует. Но в этом моментах замыливается в глазах все равно. Сразу их зачастую не удается убить, потому что они все-таки весьма толстые. Так, это все еще не финал. Большая комната весьма. Левый, верхний. Все, готово. Деньги, деньги. Сама цвета берем. Нужно, по сути, получается, что у нас? Смотрите, мы можем париролить принудительную задержку. И что-нибудь еще обычное улучшенное, да? Кристалл слизи тот же. Но для этого нам сначала набрать денег будет. Вот очень сильно влияет, когда у тебя реально вот... Когда выпадает вначале перчатка старателя, например, да? Как какие-нибудь золотые релики на адоб золото. Либо же, когда тебе выпадают зелья на золото. Потому что зелень можно, не знаю, сотни монет за век получить. Очень ощутимо, конечно. Сейчас такой стабильности в зельях не хватает, если честно. Ящик Пандоры. О-о-о! О-о-о! Вот это да! Вот это сюда нахрен! Так, мы сейчас будем реролить заклинания первое каждую комнату. Можно даже убрать отсюда, и оно не будет реролить ничего. У нас, правда, этот слот будет не задействован. Как бы, ну, если не будет хватать слотов, то первое у нас будет реролиться. Уменьшает весь носимый игроком на 10%. Неприятная штука. Давайте откроем все равно. Здесь палящий огонек, окей. Ищем себе звездонутую стрелу. Ну, теперь даже без обработки мы будем постепенно реролить. Это хорошо. Это круто. Очень круто. Так, там ктулку получили. Это мне не надо. Надеюсь, что мы найдем что-то вкусное. Обиднее всего быть, если мы найдем что-то другое полезное, типа повышения урона, да? Который не захочется мне потом от него отказываться. Захочется что-то другое приролить, а потом в другое приролим мы снова найдем что-то другое полезное. И никак не сможем найти наше основное заклинание. Хотелось бы найти его, просто в первую очередь, да? Но отказываться от других интересных вариантов заклинаний, ну, такое, не хотелось бы. Так, обработка, кстати говоря. У нас денег маловато, на самом деле, для нее, я бы сказал, сейчас. Конечно, могли бы сходить и ускорить себе процесс, потому что... Так, мы по одному заклинанию в комнату, как бы это долго весьма, но сейчас мы там машину наполовину только разрядим, мне кажется. Денег слишком мало. Какая-то такая, вид, такая аура появляется на них. Это, судя по всему, то ли от огня, не знаю, у них подсвечивается хитбокс как-то, что ли. Не знаю, как это трактовать. Когда по врагу огнем бьем, у него такая оболочка появляется. Может, это связано с чем-то, с каким-то, не знаю, с каким-то дебафом моим. Ох, тебе хана. Видишь, видишь эту зарядку, видишь эту надвигающуюся смерть? Просто создаем, создаем ад настоящий здесь. Испеляем. Так, это у нас уже босс будет сейчас, да? Повышение урона. Берем. Сыворотку троллей. Повышение урона. Пихнуть можно... Не знаю, вместо повышения длительности. Вместо регена. Из 92 сейчас урон. Станет 112. В принципе, ощутимо. Серийный выпал второй, кстати. Блин, серийный третий бы найти. Вот про то, что я и говорил, да, сейчас как найдем. То, что мне будет интересно и будет обидно, и переролить. Давайте так, кристалл слизи. Он, в принципе, не шибко мне нужен. Хотя, бывает, у меня поможет. Полезен бывает. Так, давайте с текущей АКП вычтем кусок. Получим целую кучу счетов. Стоп, там зелье выпало, да? Там, по-моему, был звук такой упавшей баночки. Я его не подобрал, потому что забыл про то, что она банка есть. А забыл, потому что мы практически весь забег ее не использовали, поскольку зелья почти не было. Поэтому она не играла толком никакой роли. Поэтому я о ней и забыл. На, держи. Он не всегда бывает на экране. Этот босс иногда бывает взлетает вот наверх. Нам чаще заряжать свой жедл. Сейчас я как-то не заряжал его сначала. Сейчас пока что он еще здесь. Хотя не всегда со своих законаний я по нему достаю. Оп. Сжигаем. В идеале надо стараться держать его. Вот видите, он сейчас летает, не увидим сразу. В идеале стараться его держать, конечно, в своих огоньках. Но я это обеспечить полноценно не могу. Это уж как попрет. Он сам двигается, меня не спрашивает, куда ему идти. Аккуратно с этими духами, потому что это проклятие. Для меня дополнительная, я хочу свою текущую снять. Оно противное весьма. Тихо. Ну меня синтакль какая-то схватила. Тяжеловато пока что идет на самом деле Уходим У нас и Этот жезл разряжается тоже Он когда разрядился на самом деле он все еще полезен Потому что он восстанавливается обратно по энергии Считайте у меня реген энергии как с двух жезлов идет Потому что Ну два источника регенерации У этого 24 регена в секунду, у этого 21 А ману мы обоих используем Поэтому у нас получается по сути реальной энергии Реген энергии как бы очень высокий Сначала у нас запас маны большой А потом у нас Читать запасно пополняется Можно сказать что регенерация высокая Вся мана в принципе тоже Уходит именно на мой основной Ой тут плохо сейчас будет Хрен что Меня еще ускоряет от уха дополнительно Контроль теряешь Но при этом мы не так много потеряли кп На самом деле счетов У меня было там 12 с чем то осталось 89 Нормально Откроем себе комнату и Что по жезлам Ох ты блин Лишенный источника это без регенерации Это я точно не хочу брать А безымянный С эпиком мистический сверхновый У него статы на самом деле Не могу сказать что какие то прям сильные Смотрите у моего жезла У него 180 на 17 энергии У этого 160 Но реген энергии побольше Сейчас подумаем Оооо бурбур Надо брать по любому Специально комната будет всегда появляться В переходе в магазин или комнату обработки Поздновато Каждая комната с врагами будет гарантированно Иметь сундук или статую Тоже как так себе Давайте возьмем себе собственно Так что же здесь все таки Можно в принципе Ну поглощение маны Я вряд ли буду использовать сейчас Мистическое сверхновое Опять же если я возьму поглощение маны И вставлю его себе просто в тупую Вот в эту заряженную сферу Она будет стрелять очень быстро Но оно требует 4 маны И восстанавливает 4 маны Толку от этого не будет Будет толк Если мы поставим например сюда энергосбережение Какое-нибудь А потом уже Вот эту штуку Тогда оно будет кастовать за 2 маны Но регенит 4 Вот тогда имеет смысл будет Либо поставить какой-нибудь мультивыстрел Либо что-то еще такое Это бы работало Но тогда придется убирать волшебный резервуар Который очень сильно повышает Пол маны этого жезла И тогда придется брать Слешенный источника Который мне сам по себе Как посох не нравится Безымянный будет покруче моего Поэтому я все таки Склоняюсь именно к этому варианту Все же Давайте вот так себе поставим Что было Поудобнее обменять Стоять Сейчас как повлетает Я потом опять запутаюсь Так давайте ресурсы соберем еще в процессе Да Теперь значит что Вот это отсюда вытаскиваем А стоп А я же могу по сути Например вот этот энергичный жезл Поменять со своим оборотнем местами Оборотень все таки посильнее Этот у нас бафает все на радиус Что мне весьма полезно Поэтому оставляем именно этот на полу Да Вот так вот Теперь значит Раз И Ну можно реген просто увеличить здесь А у меня есть Плюсовый реген кстати говоря Если Реролить не его Тогда что вопрос Кстати говоря Есть так Посмотреть из любопытства Например с камнем у нас 103 урон Да С двумя повышениями урона Которые можем ставить за счет него У нас получается А блин Придется перетаскивать Вот так Зараза Получается урон Здесь 147 Да Если я их вытаскиваю И убираю камень То у меня урон 137 То есть камень мы в принципе Перевешиваем по эффективности На 10 урон Не очень кажется много Но все равно в плюс выходим Хотя эти повышения урона Могли бы в другом жизни Использовать Если честно Мистическую сверхновость Поставить Она везде работает Абсолютно безумно Само собой Да Это понятное дело Но Потом мы будем Очень долго регениться У меня мистическое сверхновое Ой как его Звезданутая все равно Будет очень слабая Честно я не думаю Что мне сейчас На то что надо Скорее всего мы его рерольним Кстати Рерольную звезданутую стрелу Бесплатно Сделать себе эпик на урон Банально попсован Но что поделаешь Ну а что мне еще брать то Мне другие эпики Не особо интересно сейчас А в адеке Равно поздновато 120 врагов Из нее С нее убивать Я сдолбаюсь Хотелось бы пораньше ее найти Пока что мы тогда Вот так тогда делаем Да наверное Здесь можно в принципе Если я поставил Такой же по сути Жезл Как и мой практически По своей концепции Стрела Вместе с дыханием дракона Но послабее уровнями Соответственно А если орбитал Кстати поставить Например сюда Это будет дыхание дракона Которое вокруг Ну Не могу сказать что очень удобно Хоть очень красиво да Но я думаю что это лишнее А что здесь стояло Погоди Рубивание стояло Пускай будет вот так Короче у этого будет фитиль Чуть-чуть понижает стоимость Я не знаю что еще запихать Просто Себе мы сейчас Наролим камень огненный Поставим его вот в этот жезл Скорее всего Может быть его скопируем еще Это много слотов уйдет Но у нас тогда будет заканание Хотя бы дамажное прямо Прямо достойное лупище Только надо не забыть Будет вытащить Успеть А вот таки Правда кстати говоря Первым же да Так и сманивает на нее Так обработка Денег маловато Если честно Обработка Ее бы немножечко попозже В принципе еще одна обработка Скорее всего нам попадется Я думаю Давайте наверное Да я думаю что еще одна обработка Должна попасться явно О дыхание пламенное Окей берем Вытаскиваем Сейчас пройдем к комнату И соберем себе Им булечку тогда уже Вот тогда будет прям красиво Тогда будет у нас выстрел Просто нарезка Тысячу у нас скорее всего Хотя там 100 слотов Много тоже потребует оно Само собой Но если даже плюс 50 Протент урона Окупает камень То плюс 100 протент урона Плюс статус огня сверху И подавно окупит Правда опять же Слишком много мы не напоставляем Потому что у нас один только камень Но при этом каждый следующий камень Как бы он Тоже множественным является Не уверен стоит ли Мимигрей его например копировать Сильно не уверен Так вот магазинчик Магазинчик Подумаем еще Так 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 Ключ конечно может в сундуке Попасться еще один Но лучше потратим его вот сюда Все же Здесь у нас Комнатка в принципе нам давно знакомая Хорошо Давайте Пытаться вот так как нибудь Здесь у нас зеленый вот сюда явный Зеленый Сюда явно идет Потому что здесь закрашиваться должно все поле И как еще Если не вот так Окей Простая головка Но весьма такая На самом деле Приятная даже чем-то Дуэт Кастуется к нарез справа При окончании к нарез слева Получает доп. урон Одно от другого Можно в принципе кастануть Конечно серийный Не на серийный Ему сюда поставить Вот так например Да Дуэт Тогда он будет кастовать Очень сильное Дыхание дракона А нет не будет Он должен будет Сильным кастовать его Если от сияющей Знадострела будет мощной А он ее не будет чаржить Заразу А можно дуэт Париролить Кстати вообще Найти себе Сразу же стрелу Прокачит И все Оно плюс плюс Потому что Это жир Так выходим из комнаты И Повышение урона Значит да Если мы убираем Вот так Так подожди У меня было получается 147 дамаг Да Становится Бах 191 Теперь Убираем Одно пробивание Ставим себе вот так Становится 280 урона Без учета чарджа Без учета крит урона Неплохо Если пули убрать Стоимость маны Возрастает Весьма И она особенно возрастает Для дыхания дракона Просто вот что Ощутимее всего Бархатную тягу Прокачать бы Если она Два усика Будет создавать Будет хорошо Отражение тоже Пригодилось бы Без пробивания Конечно заклинание Будет быстро исчезать Хотя она Пока там отражается Еще тоже работает Все же как-то Так Духожилы вернуть сюда Во-первых Надо еще Повышение урона Можно поставить Вот так например И Что-нибудь еще А еще Повышение урона Все Можно вместо Вот этого Повышение урона Поставить Принцип пробивания Конечно Это будет 258 Вместо 280 Разница уже не такая Большая кстати говоря Да Потому что это Процент урона Он как бы повышает Наш базовый дамаг И он плоско суммирует Со всеми остальными Поэтому он не Тренажает Итог наш Поэтому Когда у тебя Уже много Модификаторов Повышения урона Кажется Следующий Уже менее Ощутим На их фоне Вот так вот Так погнали дальше И шарахнуть Да 1980 Стычик там Вылетает С прошивающих насквозь И потом еще Запускается Дыхание дракона Кстати Блин А я уже рульнул Да Я мог бы дуэт Сам использовать Мы бы делали Дыхание дракона Очень мощное Блин Может быть стоило Духа Так и вот дуэт Поставить туда Действительно Но мы его уже Рульнули Плюс плюс дуэт наш Зараза Ну блин Ладно Не факт что мне Это понадобилось бы На самом деле Потому что Так у меня Дыхание дракона Очень много просто Например Руна резонанса При использовании Жезлов Есть 100% шанс Автоматически Использовать Текущий жезл Просто наверняка Работает Аккуратненько Аккуратненько Окей Не то самое Не достали Перчатка старателя Реролл реликвии Или же Семя жадности Все если честно Не очень прям Ну давай Перчатку старатель Не знаю Руна резонанса Мне не особо Вроде бы нужна Конечно круто Не тратить энергию Типа стрелять С чего-то другого Да и не тратить Энергию Например С основного Жезла Но я перестраиваться Так жестко Сейчас я не буду Наверное уже Давайте за золото Наверное сходим Я хочу денег Много Прям в обработку Принести Такс Что у нас там Такое А длительность Мне очень интересно Ключей 0 Дайте ключ Дайте ключ Пожалуйста Ключ хочу Он же может Из врага вроде Выпасть Да Вроде может Откуда я их еще Набираю В основном наверное Вряд ли только Спортить сундуков И сундуков Закрытых на колючке Из магазина тоже Но не выпало К сожалению Обидно Стоит ли Тереть в магазин С моими деньгами Вроде бы можно А вроде бы И не нужно Если сейчас Потому что Денег на обработку Надо составить В первую очередь Просто Стреляешь Такая комета Которая Уничтожает Все на своем пути Получается Но заряжать Конечно Долго приходится И энергия Когда заканчивается Вот так вот Ноль У тебя остается Только комета Ну хоть и нет Огнеметы Вроде вылетают Тоже Я думал Что их не будет Ну просто Наверное Просто энергия Накопилось Уже Как момент Этого выстрела Так а что у нас там Сейчас Ускоритель Ускоритель тоже Не подходит Обманчивая Мина Кристалл Яда Давайте вот так Допустим Кристалл Яда Отдыхать Куда-то Да вроде Не надо Мину и Подавно Обработка И уменьшает Скорость Приджения На 0.8 Противно Давайте ладно Возьмем Деньги Ключ Надо бы еще Удалить Свои проклятие То что у меня Понижение урона 10 Потому что Так неприятная штука Весьма Так что у нас тут Гроза Ага Понятно Смотрите У нас есть два варианта Мы можем Реролить уже Плюс-плюс Заклинание Да Но оно будет Дороже Реролиться Насколько дороже Вопрос Оно будет За 4 маны Не так дорого Прямо Можем прокачать Что-нибудь И реролить Искать 2 2 обычных Но это по 3 2 на самом деле Обычных Найти себе 2 плюсовых Просто Да будет дороже Чем 2 плюс И наверное Можно Встребовышение урона Объединить Потому что Одно у меня Сейчас в запасе Перестоп Здесь освобождается Мы получаем Столько же Импакта Можно я поставить Например Не знаю По приколу Ну давайте Так Грозу Уролим Ищем Нет 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 А ну же Точно Обычный Да Точно Обычный Все Реген Манн 12 Конечно Много Но Ищем его Повышенный урон Плюс 100% Аааа Оно кажется Все еще хуже Чем вот эта штука Потому что Оно 2 слота занимает Но дает еще Прожигание тебе А урон Дает 200 А нет Стоп Оно плюс 100% Урон добавляет Подожди А я думал Что оно плюс 200 Добавляет А почему урон упал А потому что Купли микри Скопироваться Перед загнанием Ослабленное Это если вот так поставить Тогда 258 остается Да Блин Ну я даже не знаю Повышение урона Ну о чем У меня ролик Что ли Обычные Плюсовые Я задолбаюсь Давайте Ищем до победного Блин Оно быстро Начинает ломаться Как-то машина Может быть Такие тяжелые Законания Оно недолго Ролить может Волшебная пуля Плюс 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 100% Получаем урон Причем это Итогово множественно Добавляет Как бы отдельно Это надо Это надо По-любому оставить Это x2 Дамаг По цели Причем Со всех жезлов Сразу же Блин Как найти нужное Может режим Энергосбережения Приролить Залп второй Что еще есть Вархатную тягу Найти Отражение Найти Вы тоже Денег Не напасешься На такое количество Желанных Заклинаний Всяких Пробивание Ролить Синим Нужен Фитиль Не особо Нужен А нет Фитиль Нужен Он у меня стоит Хоть нет Фитиль Не особо Нужен Здесь На самом Деле Можно поставить Хоть обычный Фитиль Потому что Он ничто Не активирует У меня Особо Отсюда Фитиль Вообще Убрать Да Фитиль Плюсово Давайте Родим Теперь Разброс Поток Воды Энергосбережения Орбита Поток Воды Ускоритель Безмятежность Вторая Машина Вроде Кассира Держится Еще Я думал Что Сейчас Сломается Вроде Нет Пока Пока Живет Может Расщепление Убрать А ну Дорогое Серийный Третий Так А серийный Третий У нас Что делает Он Сорок Проценно Стоимости Кастует Ну На основной Поставить Свой Жезл Давай Все Тогда Отсюда Мы Убираем Правда Здесь Как мы Будем Кастовать Не Знаю Можно Оставить Здесь Дыхание Дракона Просто И Все Пусть Наснаждается Сияющий Заданутый Ему Не Шибко Нужна Можно Сделать Огоньки Допавить Например Они Понизят Стоимость И Волшебную Пуле Обычную Еще Сверху Тоже Будет Дешевый Проказ Тоже Будет В память Лучше Бархат На тягу Сюда Наверное Поставить Так Если Рулить Тогда Безмятежно В таком Случе Поток Воды Опять Рокенбол Пробивание Цветине Плюсовое Одно Пускай Останется У меня Лезвие Бумеранг Гроза Вот Теперь Уже Машина Начинает Ломаться Ни Одна Сияющая Снутой Стрелы Она Обычная Я ее Ролю Я ее Найти Не могу Просто Тупо Не Везет Что я Редко Реролю По Фейлу Не Находим И Не Можем Найти Что я Реролю Нужно Все Рано Не Находится Нихрена Ну Хоть Ты Тресни Блин Идите Вы В жопу С Этим Рандомом Так Объединять Мне Вроде бы Больше Нечего В таком Случай Да Нечего Ну Погнали Тогда За ХП Повышение Урон Нашли Тихо Походу Мы Остаемся С Таким Законанием Законание Плюс Плюс Вообще Хрен Найдешь На самом Деле Это Надо Уменьшать Себе Пул Заклинание Наверное Потому Что Очень Много Не Того Встречается Ну И Надо Иметь Аликса Старт Выпол Например Где нибудь Начали На доп Золото И Или Например Зелья На золото Падали А так На шару Надеюсь Не очень Большие шансы Потому Что Даже Как Не старайся А не найти Даже Одну Штуку Блин Повышение Урона Стоит Ли Его Ролить Но Если Не его Тогда Что Тогда Нечего Поэтому Наверное Стоит Обработка Еще Одна Блин Ну Куда У меня Дерек Нет Такого Количества Но Капа Мне Тоже Не Надо Давайте В обработку Ладно Хотя Бо Сколько Та Парироли Змея Не Нужна Конечно Вдруг Сейчас Найдем Спары Буквально Ролов Сразу Две Штуки Вот Будет Круто Будет Красиво Нифига Дамаг 12000 Как Там Так Мога Наберут Набралось Вообще Это Я Стрельнул Я Сейчас Без Зарядки Стрельнул Кстати Говоря Нифига Дыхание Дракона Набирает Там А ну Хотя 279 ДПС Ну Понятно Но Если Так Жакнуть То У нас Просто Стрела Будет Мощнее Дыхание Дракона Основной Дамаг Плевает Блин Ей бы Перенос Урона Реально Сюда Конечно Было бы Круто Было бы Красиво Снимая Змея Давай Залп Третий Залп Но Залп Еще Сильнее Раскачивать Наверное Смысла Сейчас Нет Хотя Он Ааа Он Уменьшает Стоимость Еще Больше Он Конечно Наверное Стрельбу Повышает Себе Да Можно Было бы Еще Запихать Заклинаний Но Еще Больше Законаний Мне Уж Там Девать Некуда Наверное Не будем Залп Брать Себе Все Так Повышение Урона Нет Ролем Урона Резонанса Остановка Блутежность Огонек Лазер И последние деньги У нас уже Все Да Радуга Плюс Ну Радуга Плюс Нашли Нет Я Буду Ролей Дальше Искать Просто Не найти Прокаченное Заглинание Вообще Миссия Неуполнима Какая Нет Мы там Заходили Когда-то Уже Прокаченное Плюс На Плюс Плюс Делали Сами Можно Найти Просто Где-то Вайтс Пола Опять же Как мы нашли До этого Моменте Но Ааа Стоп Я понял Почему Такой большой Был урон Я сначала Спал с пули Наверное Попал А потом Промазал С нее Скорее Всего Или Там Может быть ДПС Был Такой Большой По одиночной По определенной Цели На которой Пуля Повышала Урон Еще Потому что Она Их2 Дает Нам Буквально Это Очень Ощутимо Уничтожаем Блин Но прикольно Что Нет Такого Знаете Пулеметного Срача Нет Лагов Тоже Сейчас Снова Когда Знаешь Наиграешься Уже С имбой Такой Когда Она Становится Уже Такой Рутинно Скучной Хочется Что Такого Более Структурировано Более Качественного И думчего Делать А не Просто Кашу Малашу Которая Будет Давать Имбогу Результат Борода Борода Мерлина Нет Не надо Это Удваивает Самон От наших Максимальная Мана Улечит Радиус Эффекта Загнаний И релик На 35 Процентов Давайте Возьмем Так У нас Элитка Здесь Огонек Огонек Нам Не Нужен Теперь Лезай Бумеранг Понятно Ну Давай Держи У Нифига Там Его Поиспепеляло Кстати Хорошо Прямо Так Он Идет Сюда А Все Сожгли Вау Слушайте Реально Крутой Позак Получился С Этим Блин Ну Как бы Дуэт Мог бы Круто Работать Не Дуэт Точнее Как Блин Та штука Которая Переносит А Дуэт По-моему Да Был Переносит Урон Там Она Прокачена 800% Урон Приносил Прикиньте У меня Дыхание Дракона Было бы А Ну Хотя Было бы Не 279 Например А почти В два раза Больше У него Прикол Того Что Это Хоть и Дыхание Дракона Делать Много Ударов Ему Выгодно Плоское Повышение Урона Да Такое Урон То Повышение Урона От Дуэта Было бы Гораздо Эффективнее Атаку Дыхание Само По себе Базовый Урон Очень Большой Просто Получается А хотя Стоп Это Увс Если Там С каждой Тычки Повышается Плоский Урон То Как бы Каждой Тычкой Здесь Не на 279 Здесь Она Гораздо Меньше Может быть Это Урон В секунду Здесь Показан Да Дух Жезла Манчевая Мина Кристалл Мороза Все Редко Ну Давайте Кристалл Мороза Иду Жезла Например Дух Жезла Запекаем Сюда Кристалл Мороза Допустим Тоже Сюда Пускай Будет Морозить Немножко Идем Заклинаниями Магический Взрыв Не то Что Я ищу На На Боссе Моя волшебная Пуля Будет Замечательно Работать Ауч Ауч Что Так По одной Цели А мне больше Ты не надо Целей Отлично Все Фига Хорошо Комнату Расчистили Эта комната Весьма такая Типа Обычно Бывает Доставляет Проблем Этими Червями Рывок Молний Точный Выстрел Давайте Вот так Возьмем Не знаю Точный Рывок Мне не особо Жен Был Хоть он Редкий Хотя Это тоже Не то Что Но Пофигу Погнали Дальше Стал Быш Хоть Одно Интересно Мы найдем Надо Понять Что Мы Даже Если Найдем Одно От него Толку Будет Немного Потому Что Мне Однайте Еще Второе Будет Такой же Ай Потом Стоп Мне Же Потом Еще Обработку Найти Надо Будет Мне Не Просто Нарероль Меж Еще Обработки Объединить Надо Будет Я Про Вы Клонение Сработало Там Мамень А Я Знаю Почему Я Так Промахиваюсь У меня Из-за Залпа Разброс Увеличен У меня Закинание Косое Мы Косо Стреляем Не туда Куда Я Направляю Там Разброс плюс 15 градусов что ли они стопом не автоматически навигации на разброс пофигу причем это 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 я хотел сказать значит это я косой но это не я косой это значит навигация куда такая валите потому что я не управляю своим загнанием она сама наводится очень хорошо вот а нет это это серийный на нет не то что искал обновляет покупаемые предметы и доступны двери во всех комнатах можно себе отсрочить 3 босса попробовать мне писали что так можете бы дать за монетками гумеранг вдруг все-таки обработку найдем так вратненько аккуратненько на столб вынести а стол живой они бессмертны может ли чаще своим столблоком стрелять просто чтобы активировать пулю если мы с ней не попали на прихоть тут трудно сказать попали или нет то что я нихрена не вижу если честно вроде не такой строчильник на экране да как если бы я играл через сверхновую например но тем менее мы заход заслоняем себе все никто скажет типа отключи видимость загнания но так будет далеко не так красиво я не во-первых только не снизу не всегда вспоминаю на самом деле на этом этапе но блин какой кайф играть подожди играть вот так видите огонь я не вижу а он здесь есть типа никакого прикола можно кажется себе не упарываться так на максимум доставить частичную прозрачность на самом деле вот это не намного лучше это тоже типа уныло выглядит совсем приятно вылета прозрачность которая как раз таки тебе нифига не за которыми фига не виду что это тоже выглядит скудно покосано вот так уже более менее если поставить на максимум там уже не настолько критично принципе там уже до этого нормально смотрелось поэтому я оставлю себе как она есть это визуально приятно ну-ка троим перчатка старательно окей к теме то что я искал обработка давай тащи у нас там можно проверить краски роль из комнаты босса написал человек что так можно сделать вот проверим зелем обновления пуху ролл прощепление нет лазер нет пробивание нет стал бы мана жезла нет паразиты орбита радиус снова волшебный резервуар принятая задержка мне кажется что я сумасшедшим может быть нет я сияюсь изнутую стрелу я не убирал ее с пулу начало нам не попадалось так много она обычная 10 раз перепроверяю чтобы точно накосячить и может мы в начале получили на подожди то что начальник получили никак не знать что он не детка но она у тебя он не редкая перепроверил кучу раз не встречается вообще хоть убей зал 3 нам нужен рок-н-болл нет гроза нет денег тоже нет все может получим зелье сейчас который нет не получили зелье давайте камень прожмем то что меня на особо не нужно я надеялся что вдруг у пределе которая дает те монетки за потерю кп на теряя кп точнее ну нету хоть ты тресни вообще арбитров просто просто невозможно его не существует забудьте эта штука она в одном игре как вначале мы хорошо нашли три штучки сразу потом нашли четвертое еще к тому же да а после этого не находили вообще никаких это же странно муж многие за знали по которым по которому кругу крутим так кажется принц у нас сейчас обычно заканали штук наверное 35 где-то с учетом обычных могут быть законаний атакующий да и модификаторов где не считал точно мы считаем обычно заканай там их 18 было какие-то исключены у меня сколько модификаторов я не помню то есть шанс на ролик как бы с одной попытки не очень большой но шанс на ролик 50 100 попыток уже вполне себе мог бы быть плохой многие знаю же по которым кругу идут идут причем даже подряд бывает курица а это не хочет в целом у нас и так все неплохо на самом деле главного босса мы все должен снести я не ориентируюсь ребят на тролли потому что роли это просто чисто ну по приколу это не что такое заняно и заболошенная трима не детей как его 9 монеток 3 ролла сделать да это несерьезно совсем а вдруг вдруг неукротимость лезвий бумеранг расщепление в личной области не нашли еще две монетки у нас вроде они объединять есть что кстати говоря можем объединить в расширении области машине территории гуджу момент гуджу момент скорее магическая битва могут просто ну наверное так пока что идем дальше за заклинаниями хотя не особо мне не нужны одного выносим выстрелом своих остальных огоньком принц нам только хватает также большие черы появились скорости бега не хватает у меня до сих пор я так и не снял чертовы проклятие кстати ай-яй-яй а хотелось бы уже убрать их заморозки попали деньги собираем ключик ладно еще уменьшение скорости движения хотел бы урон себе обратно вернут 10 портал хоть но все-таки мой урон верните уберите это хрупкость взял ее блин думал что сниму я сня снять не получается особо так идем за реликом потому что закинул они уже не особо не надо может есть смысл на самом деле поначалу все-таки больше по реликам идти потому что есть шанс найти релик который тебе чем раньше встречаешь тем лучше закинание чем раньше чем тречит тебя как бы пофигу но что ты продержался знали можно в конце найти причем в конце шанс найти более крутые закинания есть но слишком перегибать в этом плане с таким балансом тоже не стоит тем лишь неизвестно сколько тебе много как как у тебя будет закинали может быть их не хватало в другом задании а в этом все хорошо тихо тихо аккуратно аккуратно все-таки задел за 1 разочек снесли его так релик пыльное сокровище рандомный апгрейд давай реликвия целебный целебный пояс улучшилась серьезно так у нас босс впереди у меня есть зелье если что вот проверим работу на 0 нет красные и пробки сундуки до ресурс исчезает честь есть подобрать окей это берем качестве метод для покупки магазины тоже пофигу отдача плюс 100 процентов стоимость манус от портнут не стоит брать это нам тоже не стоит передвижение врагов пофиг наверное плану папку повинок аж очень полезно старинные часы думаю что без разницы уже видите хп врагов интервал задержка вроде бы может быть и пофиг потому что у меня я не так часто стреляю с этого же за но не буду повышать отдача пускай тоже будет навсегда изменяет мандой повысь ману о повысил ману отлично хп-шку там дал все такое бесконечный зелик счет как особо не работал с ним там два раза где-то прокнулся ли около того один раз еще не подобрал зелье так и зелье используем это реально но теперь уже босс теперь уже точно поздно зато теперь можно найти зелье какие-то еще на 100 увеличить тебя ли уменьшает применяет скидку перековать выбранную реликвию кстати я можно ухо перековать свой снимает 5 вынесли ровно 5 мне гораздо больше пяти открывается заперка на ключ объекта текущей комнате учитывает к подавая щиты так что надо знать еще что там в магазине есть остальное проролить по приколу мало ли я захочу ли что-то купить а чё тут у меня было подожди а чё тут было я купил типа это сразу нет погоди а у меня проклятие которое уменьшает слоты в магазине же я его взял просто не придал ему значение вообще потому что не рассчитал что меня будет магазин поэтому даже в голове это себе не откладывал меня ключ бесплатный так это мне не особо надо она прикольная с черной дырой работает отлично а ну у меня денег нет надо не надо где лесом среди них нет можно хилку купить себе на 10 хп можно побольше поискать не пугай так это тоже проклятие другое ключи щитки теперь ну 5 счетов получаем значит ладно дуэт кстати вот она а 20 процентов урона он копирует это обычный но это мне сейчас не интересно у меня серийный гораздо больше факт все равно дает явно так что можно использовать во первых зелье переброса однозначно во вторых вот это не имеет смысла что мы уже не установимся нам просто переконвертирует и мы как бы что-то что-то использовать будем одинаково давайте размер перековка значит перековать можно принципе редкий релик кстати говоря себе черную метку можно получить другой редкий релик о нет какой нахрен браслет багровый уменьшает скорость пережили до 100 до 70 процентов но ускоряет если времени времени получаешь урон но получаешь у тебя потом отключается эффект и потом ты будешь душиться прям неприятный релик для меня если честно просто повышение скорость приближения на 140 процентов для редкого релик типа не то чтобы сильное что-то он еще и с минусом с условием давать размерами изменим свой уменьшились отлично еще жертвенное зелье кстати говоря вот тебя монетки можно получить надо ли можем купить эти два зелья можем купить хилки но зелье от ними гораздо больше у нас здесь нам это не надо вроде бы полно не надо добавить добром применяют скидку допустим и щитки себе сделала а может расчетки себе сделать так вычесть теперь мы получим меньше монет от этого зелья мы с него потеряем считаете где-то 50 хп я 50 меньше 38 где-то можно даже в плюс пахилка мультик хотим студент 4 метам студент 3 было до теперь хиляем 1 хиляем 2 уходим в небольшой плюс не вернет у меня еще есть деньги сверху можно купить еще зелье себе допустим раз допустим 2 это зелье есть использовать сейчас они допустим она исчезает все таки да хорошо кран так это тоже дает кристалл слизи кристалл слизи может быть поставим куда-нибудь себе не знаю надо ли нам откуда-то общих вместо яда например яд не очень много дает импакт по моему смотри сейчас по одной по вот так широко и у нас урона сколько выходит дпс 10000 а у нас же рикошет идет то есть у нас получается пуля тоже может низких кругов задеть вообще-то кстати ладно погнали теперь на босс не отвратимую не отвратимы все-таки дошли до него пришли мне уже 23 часа вечера практически кстати говоря поздно я сел записывал что после прогулки за такое после своих пикничками на а торнадо можно сломать что ли но я не знал что их можно ломать я думал что этих надо чисто доджить окей а еще сейчас удобно сам дождь когда у меня такая скорость приближения большая на еще здесь получим урон по она долгое время отключиться у нас дпс принц для этого босса неплохой вполне мы не сносим его моментально как-то так теперь замедлились не сносим моментально но сносим его весьма уверенно хорошо заряжай на максимум не знаю если смысл полностью держать потому что это просто увеличит урон только лишь этого заглядания все остальное просто у меня редко используется у меня в сунтом энергия как бы регеницы и слишком часто используют смысла нет я просто потрачу все в ноль у меня будут огнеметы дамажить примерно столько же на принципе столько а у меня голова была да 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 кстати из-за вот этого пристального наблюдения ауч в конце как грёб здесь у нас метеориты здесь же у нас реген маны всех жезлов плюс восемь нифига осколок времени сколько времени можно взять все место свидетеля деяний например деяний оборотня у нас получается слотов по моему 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и это у нас раз два три 4 5 6 7 8 9 то есть на один слот будет меньше не 2 модификатора процент же есть можно будет не ставить свою слизь например данным так стоит сделать вот так и теперь еще вот этого добавляем повышаем сбериген хотя зачем я это делала честно я не знаю как и зачем меня и вот там перемещаю что к этого никакого нет абсолютно приказы к на ней шанс 45 процентов дублировать его а то есть оказывается релики можно эти копии тут прикольно давайте возьмем по приколу это у меня как бы ну давай то что у меня хп 200 261 останется как как и кровавый ключ можно тоже взять мне без минусов каких-либо ну погнали мы даже миллиметрами не снимем наверное хотя нет где-то небольшой кусочек визуально там и видно и мы можем сети типа такого такого где-то кусочек полосочки потому что мы будем бить по толпе если если дыхание дракон нормального пробнуться ну какой-то там что-то урон может и идет не знаю мне не особо видно это честно где мой курсор я курсор потерял немножко или второй жезл не работает вообще не тратить энергию ему так много много маны что ли на 1 до кстере у него оригинал 27 2 не не увидел отчет мы снесли нет может даже меньше чем я ждал но мы поиграли с таким вот чадж заклинанием с дыханиями дракона весьма красиво получилось меня все еще почему-то вот сюда ли идет мне писал человек что это как будто типа у меня геймпад цилипает смятом отображение кнопок было как у геймпада но у меня в стороне лежит на самом деле и в других играх такой проблемы нет почему он именно здесь так работает меня втянет в сторону в новых комнатах я не знаю чем потом перестает тянуть хоть и геймпад как вы должны а вот смотрите я немножечко нажала его разочек но у меня тянет дальше сейчас еще раз не сейчас не работает так сейчас сейчас у меня отжат а у меня тянет странно или что-то со стиком у меня что ли там не в общем ребят как-то так побегали на и что вам понравилось было интересно как по мне весьма кайфово можно теперь что чуть-чуть под прокачать цити говоря кому-то реликвии редко сделать себе повысить до 200 процентов например и докупай со старт 100 монетаря докупая как бы так можно прокачать пополнение магазина до конца можно прокачать себе какой-нибудь сет я бы сет лучше прокачал бы с другой стороны там игры не очень интересные очень сильные интерес как это будет качаться кстати говоря если прокачать это еще раз правда апгрейд становится дороже здесь было 100 стало 200 здесь 50 станет 100 то есть если за кадром фарминг надо прям целый забег делать на самом деле можно пока это конечно прокачать этот наборчик да но у него типа тлеющий сердце качается в которую толку не очень прям много такой себе давайте это прокачаем посмотрим как она дачка а у него больше слотов становится это же сюда окей понял еще больше снежков что-то всегда в самый перспективный на самом потому что ты книжки они в принципе это очень крутое закон они снежки а волшинная пуля и ты их со старту целую кучу были получаешь и можешь их объединить спокойно где они более такие вот профильные что-то конкретное тебе дают вот крутой конечно тоже весьма про за счет того что у него много жезлов да например можно всякие сферки поставить себе а использовать два например каких-то основных их собирать не пытаться размазать себе урон по всем какие-то прошла сделал то что был геморройчик слава было еще к серия разработчики писали вроде бы в своем блоге мотоцикл из окном кстати что следующий набор собираются там сделать касс в краске обновления учитывая что они писали что вроде бы не хотят делать обновления слишком редко то может быть глядишь что следующие обновления не заставить себя долго ждать том что предыдущие было по-моему в апреле где-то мне казалось такое крупное не уверен точно мужчина ребят надеюсь что вы кайфанули с этой серийки что вам понравилось я тоже очень доволен мне очень зашло целом прикольно побегали подписывайтесь на нас вам понравилось буду очень рад ставить сервис в корзе в котором можно пообщаться в группу как труботики фоточки не садить не только но я желаю всем хорошей на стороне такого же дня всем удачи на встрече всем пока пока а